Культура запрещает, она вся система запретов, и они просто разные от места к месту, и каждая культура защищает себя, говоря, у меня-то правильные запреты, у меня-то они хорошие. Проблема начинается, когда культура какая-нибудь местная говорит, мои запреты, они от биологии, это в природе так. Это всегда только часть правды. В природе есть и так, и так, и наоборот, и пили наоборот. То есть вот это правда. То, что вы выбрали для местной жизни, культура – это же вещь чисто воображаемая. Но мы верим в неё, она работает как настоящая. Оу, всем привет, это Куджи Подкаст. Подписывайтесь на наш канал или не подписывайтесь на наш канал, управляй своей жизнью сам. Итак, всем привет, на связи Куджи Подкаст, или Куджи. Кому как удобней. Спасибо большое за ваше внимание. В очередной раз всегда это буду говорить, потому что благодаря вам лично я очень интересно провожу время, Андрей. Ага. Да, вот, пожалуйста. Пожалуйста, вот. И каждый раз, когда я иду на запись этого подкаста, я в предвкушении, что же я узнаю в этот раз. Спасибо за то, что вы нас слушаете, за то, что нас смотрите. Мы в ожидании сегодня очень интересного опять разговора. Давно мы хотели обсудить эту тему, давно. Давно хотели. Года два. Года два, точно. Позвать антрополога. И поэтому у нас сегодня Андрей... Елена Сударикова, антрополог, популяризатор науки. Правильно все? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас, конечно, еще у нас бывают мини-подкасты до записи, когда к нам приходят наши гости, и мы с ним некоторые вещи обсуждаем. У нас сейчас была очень бурная дискуссия о литературе в школе. Как обычно, да. О школе, об образовании, о литературе в школе. Мы ставили, расставляли топы книг, которые нужно в школе преподавать, которые нет. Но Андрея в конечном итоге унесло, и он опять начал обсирать книгу Джорджа Орвелла 1984. Во-первых, не обсирать, а критиковать. Критиковать. Извините, он начал критиковать. Во-вторых, я объяснял, что это исключительно экспозиция мира, которую описывает Джордж Орвелл. Так. Вот. И вообще там было не совсем... Ну, нормально пойдет. Критиковать начал. Да. Я ему говорю, тебе понравилось, интересно тебе было. Он говорит, мне было интересно. Несомненно. Да. Но я говорю, а что, и при этом книга плохая. Он говорит, несомненно. Несомненно. Вот. Поэтому поговорили. Да. Елена, если честно, все точки расставила четко. Она сказала Андрею, что он слишком конструктивно подходит к литературе. А литературе надо просто наслаждаться. Не всегда. Вот опять. Да, все, короче, ладно. А поставьте его опять на место, пожалуйста. Во-первых, вот я-то все знаю. Естественно. Да. Тут надо уточнить. Антропология, наука о человеке. Все правильно? Да, все так. Все? Вот просто все? Антропология, наука о человеке? Да, конечно. Которая изучает происхождение человека, история человека. Ну, история человека как биологического вида. Ну, а во-первых, антропологии много. Я физический антрополог. Физический. Физическая антропология изучает происхождение человека, морфологию человека, потому что у современных людей есть норма, она меняется. Например, за последние 150 лет люди стали более высокими, у них поменялся спектр заболеваний, у нас поменялась эргономика, какой высоты мы там делаем, столы, стулья, вертолетные кабины и всякие другие штуки. Это тоже, этим занимаются не медики, норму ловят антропологи. Температура тела еще поменялась и время, когда первая менструация у девочек. Это правда. Но насчет первой менструации я бы это скорее означила, как обычно у нас говорят, циркулярный тренд, потому что это вообще, акселерация вообще, мальчики тоже раньше созревают, просто менструация не происходит, поэтому не так бросается в глаза. Извините, можно здесь уточнить точно? Нет, раньше у женщины половое созревание наступало раньше или позже? Нет, раньше было позже. А раньше было? Да, расскажите нам. Есть очень мало тенденций, которые последние 2,5 миллиона лет, ну вот сколько появился наш род, одинаковые были бы все время. Например, рост, он когда-то был маленький, австралопитеков, он увеличился, увеличился, когда он начал заниматься землетелем, 15 тысяч лет назад, он уменьшился. Сейчас во многих странах увеличился. На экваторе всегда было выше, чем около полюса филофизические экономерности закона, Бергмана, Альна и все такое. С созреванием примерно такая же штука. Очевидно, что приматы у них короче детство, они раньше созревают. Скорее всего, австралопитеки, предки людей и там первые люди, у них было достаточно короткое детство по сравнению с нами. Оно постепенно удлинялось, у нас на это был отбор. Но за последние 100-200 лет время, которое нам очень удобно анализировать. Его антропологи, которые изучают не происхождение человека, а вопросы современности, они это время очень любят, потому что за последние 200 лет было собрано очень много статистических данных, тебе есть чем работать. Мужчин стали призывать в армию в огромном количестве, их всячески измеряли, по ним куча разных сведений. Вот бери и работай просто статьи, которые в архиве, она почти готовая, сложная лежит в таком духе. И мы отсюда получаем какие-то еще данные. Мы знаем, что за 200 лет действительно стал опять раньше, полосыревание стало приходить раньше пубертат. То есть мы знаем, что она долго приходила, все позже и позже, и позже. Там шимпанза срывает 6-7 лет, девочки современные там в 12-14. Но 200 лет назад скорее ближе к 14 это будет, а сейчас ближе к 12, что съехала тенденция. А тысячу лет назад? Склонна предположить, что это будет довольно рано. Примерно как сейчас, может быть еще чуть пораньше, 11-12, что-нибудь такое. Хорошо. 20 тысяч лет назад? Разница не так велика. Я бы сказала, что миллион лет назад, наверное, лет по 8-9. Ну вы поняли, какие у меня вопросы, да, примерно? Отличные вопросы. Ну примерно. Хорошо, хорошо. Так, отлично. У антропологов, кстати, это огромная проблема с сроками. Вот когда ведешь лекцию, экскурсию, неважно совершенно, замедлишься с людьми настоящими. Они будут всегда... А что? А у антропологов, между прочим, всегда стоит вопрос, ты будешь работать с живыми или мертвыми? Все, кто не хочет с проблемами, всегда работают с мертвыми. Да, конечно, с мертвыми. А потом ты вырос и работаешь с живыми. Это вообще хуже всего. И тяжело тогда становится. Вообще. Если бы ты хотел бы работать с живыми людьми, пошел бы в какую-нибудь профессию. Врач, не знаю, там, повар, не знаю, ну что-то такое. Зачем? Ну вот мертвые, отлично. Я хочу сказать, что и повар, и врачи они такие пограничные, там, с пророта, с живыми, потом иногда с мертвыми. Ну, в общем, как... Как получится, я согласен. Как получится, там, все трудно. Живые, они очень нестабильные. Ну, в общем, идея в том, что... И когда говоришь, что у людей какие-то представления... Ну, мы живем... Есть какие-то, не знаю, последние 30-50 лет, да, которые там всех нас интересуют. То время, с которым мы пришли, родились, наша жизнь, ну, и какое-то обозримое будущее, да, небольшое. Антропологи не живут в такой рамке обычно. Мы живем с ощущением, что, ну, как бы, последние несколько тысяч лет, они довольно однородны. Можно исследовать влияние культуры на человека, но биология не так уж сильно подстраивается вслед за культурой, не так быстро, как людям кажется, что это происходит. Вот, с одной стороны. А с другой стороны, ну, медлишь, когда сотнями лет, тысячами лет, миллионами лет. Ты понимаешь, что видообразование, например, медленный процесс. Любимый, суперлюбимый вопрос журналистов, вот какое у нас будущее. Какими люди станут, какой следующий вид будет из Homo sapiens? Тут, конечно, много разных соображений, потому что, во-первых, этот вид, если он будет точно посмеяться, что мы себя назвали Homo sapiens, наше поведение на планете совершенно не выглядит, как поведение разумного существа. Вот, и это нелепое самоназвание, мы всегда дали, очень высокомерное. Ну, когда-нибудь, если... Это мы себя сами так назвали, да? Конечно. Ну, а кто же нас назовет-то? С другой стороны, точно. Только мы. Да, с другой стороны, мы Homo sapiens. Нет, ну, вот, возможно, если бы Homo erectus увидел нас, он бы на нас молча смотрел, но осуждающий. Если бы он молчал, но осуждающий... Я думаю, с большой завистью. Не знаю. Мы делаем то же, что они, только лучше, потому что у них была достаточно маленькая... Это не факт, что хорошо. Вот-вот. Он такой, смотри, такой... Итак, у нас снова рубрика «Словарь от я до я», которую мы делаем совместно с Яндекс.Образование. В этой рубрике зрители получают интересное, неожиданное и полезное знание из сферы IT. Ты должен тянуть карточку. Перемешай. Я перемешаю. Давай, ты умеешь нормально перемешивать? Я вообще был знатный картежник. Я умел всякие фокусы. А ты вот этот вот умел? Все умел. Но это другие карты нужны. Другие? Ну да, не такие карточки. Давай, сбей, Андрей. А ну-ка. А ну сбей. Опа. Да, я раскладываю, да? Да, давай. Давай, тяни. Зоопарк нейронных сетей. Отлично. Зоопарк нейронных сетей. Я вот, кстати, думаю, что ты нейросеть, Андрей, если честно. Почему? Ну, просто мне так кажется. То есть меня не существует? Ну, ты вот реально нейросеть, в которую вот просто все загрузили. Просто все загрузили. Все алгоритмы. Итак, зоопарк нейронных сетей. Что это? Зоопарк нейронных сетей. Это значит такой зоопарк, и там нейронные сети. Ну, в вольерах тусят. Ну, нет, не совсем. Зоопарком нейронных сетей называется коллекция нейронных сетей, построенных по разным принципам. Они по-разному обучаются. Это рекуррентные сети, генеративно-состязательные, сверточные. Вот, и обычно их рассматривают... Все понятно, Андрей. Смотри, мы про каждую можем поговорить час, но на самом деле обычно это устроено так. У тебя есть много нейросетей, которые построены по разным принципам, поэтому ты можешь брать задачу, прогонять ее через разные сети и смотреть, какая лучше подходит. То есть это очень простая вещь. Но в целом... Я это все знаю. Да, ну, конечно, я просто делюсь с тобой очевидными вещами. Всегда же приятно рассказать человеку, что он уже знает. Ну, да, да. Напомни мне. Про генеративные нейросети. Да. Итак, это была рубрика «Словарь от я до я» от Яндекс.Образования. В Яндекс.Образовании можно изучать IT, получать прикладные знания, перенимая опыт у тех, кто создает новые технологии прямо сейчас. Эксперты Яндекс.Образования помогут освоиться во всех сферах, начиная от разработки программного обеспечения, машинного обучения и заканчивая диджитал-маркетингом. Неважно, учишься ты в школе, в вузе, начинаешь свой путь в IT или продолжаешь, пытаешься пройти новый этап развития, Яндекс.Образование для тебя. Я вот хочу овладеть диджитал-маркетингом, Андрей. Наконец-то. Ну, я уже... Должен у нас быть в компании диджитал-маркетолог. Это буду я, Андрей. Отлично. Тимур Каргинов, диджитал-маркетолог. Ну и немножко стендап. Так или иначе, вопросы видообразования крупных млекопитающих. Это там 500 тысяч лет, миллион лет. И если мы говорим от настоящего момента, сколько надо людям, чтобы стать следующим видом? Ну вот, если чисто биологически, без каких-то там модернизаций, геномбрификации, кибернизации и всего такого, ну 500 тысяч лет. Ну хорошо, мы 200 тысяч лет существуем, но еще 300 тысяч лет нам надо тогда, чтобы отойти. То есть вы не поддерживаете теорию, что мы промежуточный вид? А, все виды промежуточные. Все, мы... Ты либо тупиковая эволюция, либо промежуточная, либо ты еще в код превратишься, либо ты вымрешь. Вариантов больше нет. Я думаю, лично я, не как ученый, как человек, что мы тупиковый вид, но вообще-то может быть и промежуточный, если будем молодцами. Пока ничего не указывает, что мы будем. Что мы будем промежуточным видом. Ты знаешь же, никогда не знаешь, как жизнь повернется, да? Вот эти млекопитающие, которые... Без труда не выловишь и рыбку без труда, Андрей. Ну, эти, как они, киты, они на самом деле потомки млекопитающих, которые ходили по земле. То есть у тебя как бы жизнь вышла на сушу, а потом часть этой жизни такая, говорит, здесь не очень. И обратно в воду и превратились в китов. То есть предки китов, у них были ноги, они ходили... Ты аниме рассказываешь какое-то? Нет, 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 это по фактам, по фактам. Я знаю, это я. 40-45 минут лет назад. Это он такой аниме, аниме, аниме. Я тебе подыгрываю. Подыгрываю. А я не знаю вашу игры, поэтому я знаю. Упомянул молодежную тему. Так вот, аниме молодежная тема? Да, молодежная тема. Ну да, 20 лет назад была, согласен. Все, я специально это делал для инфотеймента. Короче, я тебе говорю, никогда... Ты говоришь тупик, а ты никогда не знаешь, как повернется. Раз через 200... Вот, когда к нам приходил Белоусов, мы обсуждали этого Курта Ванегута. Вот, кстати, любите Курта Ванегута? Мы у всех ученых теперь будем это спрашивать. Ну, я не то, что люблю. Очень уважаю. Уважаете? Очень одаренный человек. Но мне нравятся другие фантасты. Отлично. Вот, и у него в Голупогосах... А мы тут вот с Димой фанатами теперь Ванегута. Вот. В Голупогосах у него же человек превратился в подобие тюленя. Так что вполне нормально. Не тупиковый еще, подожди. Не переживай. Нормально. Тут вот я бы хотел уточнить. А скажите, динозавры, это же не был тупиковый вид. Они хоть вымерли, но я правильно понимаю, что сейчас птицы – это потомки динозавров? Ну, ведь не все же динозавры. Многие группы динозавров просто вымерли. А, группы. Но родственники тираннозавров и лоцирапторов вымерли не совсем. Вот какая-то часть их потомков доктировалась к полету, пережила метеорит, и благополучно существует на Земле сейчас. Ага. Ну, и, кстати, тоже птиц... То есть у куриц было великое прошлое. Ну, реально. То есть курицы потенциально могут объединиться, и такие говорят. Ну, вообще, это наша планета. Да. 65 миллионов лет назад ваши предки были вот какими-то пухлыми, они здесь бегали, и наши предки ваших даже не замечали. То есть все вот это – это вот конструкт какой-то, созданный после уже того, как мы тут управляли. Вообще-то есть одна из версий, что вымирание динозавров сыграли роль наши вот эти пухлые, нордные предки, как ты сейчас поименовал. Ну-ка, ну-ка, а чего они? Конечно. Потому что они были теплокровные, нормально себя чувствовали в сумерки и при заморозках, при разных негативных погодных влияниях, когда динозавры, про которых не очень понятно про их теплокровность, но многие, видимо, не были теплокровными, зависели от среды. Сколько вокруг – столько и у них. Они не могли защищать кладки с уохиец, и млекопитающие могли чудесно подрывать численность огромных динозавров, поедая детей. Потому что это самая уязвимая точка у любого вида. Если детей слишком много умирает, у вида нет будущего. Ничего не поменялось. Млекопитающие все еще любят поймать детей. Яйца динозавров. Значит, хорошо. То есть мы и промежуточный вид, и тупиковый вид. Но скорее я тоже думаю, что тупиковый. Прости, я видел, я помню, читал какой-то фантастический рассказ, где случайно открылся портал в прошлое, и там появились динозавры. А я, по-моему, рассказывал эту историю. И вот они, чуваки туда зашли, и динозавры побежали за ними. И они напоролись на ограду электрическую и погибли. И от них мужики убегают, и потом они чувствуют невероятно прекрасный запах. И они подходят к динозаврам, и они, оказывается, условно поджарились. Оказалось, что они очень вкусные. И, в общем, портал человечества организовала добычу динозавров, чтобы пускать их вот как на куриные ножки. Поэтому вполне возможно, там суть была рассказа в том, что динозавры вымерли вовсе не от метеорита, а их просто съели люди из будущего. Так, так-так, к антропологии можно мы вернемся, Андрей? Давай, прости. Да, динозавры всегда интереснее. Это всегда так. Школьники симпатизируют антропологию, но потом всегда просят динозавров. Хорошо. Да, просят. А в Тарвиновском музее там просто динозавры. Там очень мало динозавров. Ну, они вот там есть. Это вот хуже всего. Как бы, понимаешь, я был в Курске с детьми, и вот там офигенно... Ой, нет, не в Курске, в Казани. В Казани в музее, естественные истории, там офигенно рассказывается про то, как вот нефть... Там же очень интересная была древняя история вот этого региона. Вот. Но, блин, там вот есть два динозавра, вот они... Ну, там несколько костей, и вот все, конечно, это суперинтересно, и все. И ты такой, ну, блин, ну тут же вот прям очень интересно деть таким. Типа, пап, ты не понимаешь, вот смотри, какая здоровая... Я правильно понимаю, что ты критикуешь динозавров сейчас? После 1984? Да, следующий раз. Друзья, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу моей критики динозавров. Вот. Почему? Вот вы сейчас сказали, что вполне возможно люди уничтожали вот эти пухлые, и про кого-то... Это не люди были, это были... Силиндр людей. Ну, сильно людей, да. Ну, пред, пред. Но они обладали... У них была осевая симметрия, у них было, скорее всего, четыре лапы, у них на лапах было какое-то количество как бы пальцев. Вот, так что, видишь, то есть близко было. Близко. Вот, нет, буду с этим бороться, не нравится мне это. Это каждый раз какая-то каша из ремня у людей в голове. На самом деле, какие-то события были очень давно. Очень давно. Мне, как бы, недавно на лекции по антропологии одна слушательница, довольно пожилая, глядя на мои карты за последние, там, вот эти два с половиной миллиона лет, как люди расселялись, как они в Африке несколько раз возникали, как по Азии ходили, как на север их выдавили, там, и так далее. В общем, разные эти процессы. Она в какой-то мне говорит, ну, что вот вы всякие глупости показываете? Все же знают, что так давно был единый континент Пангея. Я попрохнулась просто в этот момент подичкой. Я такая, да, 250 миллионов лет назад была, а 7 миллионов лет назад, чувствую разницу, 250 миллионов и 7 миллионов. Планета уже выглядела довольно похожа на современную. Там, конечно, Австралия была прибита к Азии, ну, то есть там были нюансы в геологии, но она была довольно сильно похожа на современную, тем не менее, 7 миллионов – это немного совсем. А у нее все там сразу одновременно. Вот тебе создание жизни, динозавры, Пангея, и тут же вот люди появляются. Я такая думаю, круто. Понимаю, это были вообще разные вещи. Я лишь имел в виду, что, подчеркнуть, что все млекопитающие очень похожи. Да, с этим я склонна согласиться. Вот, понимаешь, то есть как бы про это же тоже была история, что вот у тебя были замечательные разные схемы организмов до пермского вымирания, а потом все интересные погибли. Осталось вот… Я так не согласна. Самые интересные лягушки, которые стали млекопитающими, это самое интересное. Остальные вот так. Ну, не знаю. Ну, вот как-то вот все в результате примерно четырехногая, ось асимметричная, глаз примерно два. То есть, ну, как бы… Погоди, перед Пермию они тоже были четырехногие. Вообще освоить сушу смогли только те лопастеперые рыбы, прошу прощения, которые упирались на четыре конечности, имели по рычагу, который можно отталкиваться от земли на каждой, по локтям и коленям. На сушу никто другой. И не успел вылезти. А может быть, вылезли бы. Может, вылезли бы вот эти прекрасные создания, у которых была вот одна посредине вот эта штука. Какие-то огромные креветки с одной ногой, знаешь, так бы передвигались вот так. Очень бы было интересно. Ты понимаешь, да, почему на суше четвероногий чувак с четырьмя рычагами начинает хищничать креветку на одной ноге, и быстро креветок не становится. Что-то естественный процесс. Креветкам здесь не место. Креветкам здесь не место. Ну, ладно, спасибо. Значит, Андрей, хорошие новости. Хорошие новости. Значит, после одного из предыдущих подкастов «Золотое яблоко» поручил мне... Поручил тебе. Поручил мне подобрать тебе аромат. Математики. Они, видимо, тебя где-то понюхали. Им не очень понравилась твоя туалетная вода. Не понравилась. Какая у тебя вода? Обычно из-под крана? Ну да. Какая у нас была шутка? Да, хорошая, хорошая, хорошая. Значит, они мне вот прислали три аромата. Три аромата. Которые мне надо, ну, как бы... Надо вот, короче, задача в чем? Что вот Андрей прошелся по городу, и вот за ним остался такой шлейф. И вы должны понять, что вот здесь прошел математик. Хорошо. Такая задача. Хорошо. Вот «Золотого яблока» они такие задачи ставят. Не, как сказать, не очень простые. Но, итак, значит, у нас есть тут три аромата. Сейчас мы будем, я тебе буду их открывать, мы их как бы будем пробовать, и ты будешь говорить, с чем они связаны, по-твоему, математически. Итак, значит, у нас первый аромат, он называется «Николай парфюмер». Парфюмер? Да. Очень красиво звучит. Ну, тут надо сразу отдать, как бы, вы видите, да, упаковку. Мне кажется, вот что-то такое у Андрея должно быть дома. Думаешь. Значит, смотрите, опа, вот оно. Андрею такое дарим, значит, мы открываем это. Значит, открывается это вот следующим образом, вот вы видите. Значит, вот оно, значит, вот анбоксинг произошел. Значит, да. Это сладкий свежий аромат с долгим шлейфом и приятным намеком на шипр. Ну, как ты любишь, мы же от твоих запросов, ты же любишь шипр. Да, мой намек на шипр. Давай. Да, итак. Можно уже понюхать? Надо попробовать. А, попробовать. Ароматы не нюхают. Не нюхают. Ароматы пробуют. Ароматы пробуют. Итак. Ты подозрительно, ну, профессионально во всем это слушаешь. Я же, я, у меня была практика в парфюмерном магазине. А-а-а. Я же закончил товароведение. Понятно. У меня там был целый курс товароведения парфюмерных товаров. Итак. Ага. Надо их. Пробуй. Есть кофейное зернышко у нас, чтобы он... Ну, кстати, удельным образом у нас кофейное зернышко есть. Есть. Но оно в шоколаде. Нам не поможет. Поможет, поможет. Поможет? Ну, вон там, возьми шоколад. Да. Вон там вот. Так. На что это из математики похоже? Ну, это как-то очень похоже на прямоугольный треугольник. Нет. Не прямоугольный треугольник. Почти прямоугольный треугольник. Знаешь, такой вот треугольник, у которого стороны 5-5-7. Ну, то есть мимо тебя прошел человек, на который нанесен этот аромат. Ты можешь сказать, он математик. Да, вполне, вполне. Даже такой геометр. В конце мы выберем, чем мы тебя реально нанесем. Да, несомненно. Нанесем. Это вот кофеарные зернышки. Да, да. Кофеарные. И что с ними делать? Есть. Значит, следующий аромат у нас, смотрите, такая вот коробка тоже. Тут, кстати, очень красивая коробка. Тут у нас мужские ноги в белых носочках, Андрей. Я думаю, тебя должно это сразу заинтересовать, нет? Ну, у меня нет белых носков. Аромат называется антином. Антиноми. Антиноми. Откуда ты знаешь, Андрей? Аромат называется, значит, аромат называется антиноми. Значит, Андрей, по-моему, у меня все-таки ставка на этот аромат. Смотри. Ну, неплохо. То есть, тут мы сразу имеем геометрический колпачок. Андрей, пожалуйста. Что тебе из математики это напоминает? А чем пахнет-то? Это, значит, аромат пачули, цветочный букет, в котором переплетается жасмин, иланг-иланг и гиацинт. Мне этот нравится больше, чем предыдущий. Он мне напоминает ассоциативное тождество. Это бюрхольц. Мне кажется, вот на втором месте у меня ставка. Давай. Чем пахнет-то? Нежная роза дополняет мускус, древесное звучание и насыщенные пачули. Насыщенные пачули. Насыщенные пачули. Насыщенные пачули. Звучит, знаешь, как формула Ньютона-Лейбница. Как думаешь, подходит ли тебе этот аромат? Думаю, нет. Ты все правильно думаешь, потому что он женский. Женский, то есть это для женщин-математиков. Для женщин-математиков. Отлично. Я, в общем, за дистрибутивность. За дистрибутивность. Итак, Андрей выбрал вот это. Все, миссия выполнена, Андрей. Хороший. Ой, ой. Что же, эти и другие ароматы можно приобрести в золотом яблоке. По промокоду Куджи скидка 15% при покупке от 8000 рублей. Этот промокод я, кстати, собираюсь применить. Я Супруа. Хорошо. Такой вот вопрос. Почему люди, вы изучаете, так склонны к насилию? Это вот что-то биологическое? Да, вообще, я бы сказала, что это обезьянье. У животных, чем больше следуется агрессия у животных, тем больше неприятных вещей мы узнаем. Она вообще у млекопитающих встречается очень часто. Она связана с социальностью и территориальностью. А приматы и социальные, и территориальные животные одновременно. Поэтому у приматов она, в принципе, очень высокая в разных группах. Некоторые научились устройством социума это немножко балансировать. Ну, кто как. Многие не научились. Многие ведут себя, как мы, павианы или шимпанзе обыкновенные. И на всё это ещё накладывается история, что мы ещё очень многочисленны. В биосфере у животных есть некая ёмкость. Сколько их может быть на этот лес, на этот поле, на этот континент. В общем, смотря, что они занимают, какое место. Нас уже 8 миллиардов. Животных такого размера, как мы, не бывает 8 миллиардов. Тигров, дай бог, если 200 тысяч сейчас на всей Земле. Ну, понятно, что им приходят жить рядом с нами и всё такое. Там шимпанзе и горелы тоже исчисляются тысячами. И для них эти численности, они чуть ниже, чем нужно было бы, чтобы мы рассчитывали на их счастливое будущее, но в целом нормальные. А нас стало очень много. То есть мы социальные, территориальные, и ещё и слишком скучно живём вдобавок. Всё это, конечно, приводит к тому, что люди довольно агрессивный вид млекопитающих, хотя есть и те, кто попал в ситуацию хуже, чем мы. Например, сурикаты. Вот из Тимона и Пумбы. Мои любимые животные. Сурикаты. У них уровень внутривидового агрессии ещё выше, чем у людей. Это довольно трудно. Нас трудно переплюнуть, но сурикатов получают... Больше всего сурикатов ненавижу. Я сейчас на себя смотрю. Ну, потому что... Нет, реально. Они такие милые, но в итоге да. Сурикатами, но это похоже, как если бы нас всех переселили, все 8 миллиардов людей сейчас переселили жить в метро. Вы всё время раетесь в тоннелях. И только иногда вы ходите, значит, посмотреть в нет лихищников и обратно уйти. То есть это ещё более стрессовая ситуация. У вас и так слишком много, и так социальные территориальные ещё и поместили в тесное пространство. А они тоже и социальные, и территориальные, да? Ну, у них довольно слабенькая социальность. Я сейчас это говорю высокомерно. Сейчас любой зол, который следует сурикат, мне бы в лицо плюнул, потому что ничего у них, не маленькая социальность, нормальная она у них. Он бы кинул тебе в лицо суриката, знаешь? Я почему-то так представляю, что они вызывают на дуэль такой, а, вы оскорбили сурикатов. На, у него всегда под рукой плющики. А, то есть живым животным в лицо просто. Ага, вот так. Так вижу, да. Я вот теперь бы хотел записать выпуск исключительно про сурикатов. Да. Кровавые твари назвать. Не, не, просто, да, исключительно про сурикатов. Так, так, интересно. Так, хорошо, подожди. То есть как бы как в метро, да? То есть постоянный стресс, тебя постоянно убивают, едят. И вы ещё боретесь между это. А что является источником агрессии? Всё, что угодно? С этим вообще до конца непонятно. Понятно, что для млекопитающих агрессия – это один из естественных механизмов поведения. У нас под него есть и в мозгу прошивка из медиаторов, и в крови гормональная. Она есть, как бы она не появилась бы просто так, если бы она не была адаптивной и нужна. Вот. Это понятная штука. Не очень понятно, когда агрессия уместна, а когда нет. Со времён Кондрада Лоренца, этолога, там, 30-х годов немецкого, но он и позже работал, да, я понимаю, что время такое спорное, и тем не менее. С его времён учёные склонны биологию, восхищаться теми животными, которые придумали, как агрессию демонстрировать, но не доводить до конца. И, собственно, всякие фразы про людей, что когда цивилизация началась, когда первый человек бросил оскорбление, а не камень, вот в этот момент, вот они тоже все про это, про то, что агрессию мы испытываем, вопрос, мы можем с ней что-то поделать. Или нет, или мы слепо, вот захотел и начался агрессивно вести, всё, пошёл, убил. Вот, никаких вопросов особо. Как бы не всегда понятно, где агрессия оказывается, как её взвешивать, где она необходима, где нет. Ну, в человеческом обществе, в животном обычно это понятнее, во-первых, и, во-вторых, животные с высокой социальностью обычно находят механизм вот этого устрашения. Ну, как, например, турниры у волков, когда они дерутся между собой, обычно они друг друга даже не царапают, то есть они рычат, они там, в общем, дуют шерсть, как-то так. Так, ну, много выпендрёжей, иногда есть броски, но обычно это не доходит до кровопролития, как такового, до драки. Вот, или как гориллы, они огромные, там, по 200 килограмм самцы, если им случается столкнуться с двумя гаремами, ну, самцы должны бы показать, кто тут круче. Вот, это очень территориальные животные, с очень плохим генотипом, потому что гаремы – это ужасная организация, на самом деле, социума, как мы выяснили на примере горилл, вот, но тем не менее. С другой стороны, прайд – ничего, я слышал. Прайд – это какая форма? У львов – это когда у тебя есть много львиц, они все охотятся, а ты ничего не делаешь. Ну, у тебя просто очень красивая грива. С точки зрения этологии, у львов тоже гарем так-то. То есть прайд – это просто название для кошек, все любят кошек, придумывают специально. Я такой, типа, представляю вот такую схему, и мне она, вот, как бы, гарем такой, понимаешь, что, когда не ты сталкиваешь, ну, когда вы там, у тебя, как, я согласен, что это гарем, но это когда ты делегировал часть полномочий, знаешь, таких типов. То есть ты считаешь, женщина мало делегирована полномочий на сегодняшний день? Хорошо. Радно, что у тебя такая профимистическая позиция, приятно слышать. В этой песне я лев, и я очень упрямый. Знаешь, львы немножко пофиксили проблемы, с которыми встречаются гориллы, потому что львы, если со старым, с нацом, что-то случается, или более молодой смог его сместить, он убивает львят у самок. У них инфантицид очень принят, и он плодит своих детей как можно быстрее, и старается их защищать, чтобы они стали позрелыми и взрослыми львами львицами. А у горилл, у них тоже бывает инфантицид, но он гораздо хуже распространен. Я сейчас ужасно, конечно, делаю вид, защищаю убийство детей. Но именно в случае организации гаремной это важно, потому что иначе у горилл, ну, собственно, у горилл накопилось огромное количество рецессивных мутаций. Они малочисленный вид, особенно восточные гориллы, западные получше себя чувствуют. И у них накопилось тех мутаций. Они вырождаются, они все рождаются с шестипалой, с перекошенными челюстями, с разными болезнями иммунными, с ЖКТ и так далее. То есть они накопили кучу львов, какая-нибудь династия Габсбургов, только еще хуже, потому что Габсбургов было не так много, и гаремы были не так велики. В общем, там немножко размешивался этот рецессив. И это совсем плохая стратегия получается. Но мысль моя была в том, что когда встречаются два гарема, то два самца должны тоже позадираться. Они почти никогда друг друга не трогают пальцем. Они кричат, они как Кинг-Конг бьют себя в грудь, там рвут ветки и все такое. Но драки не происходят, потому что они огромные, и очень страшно отхватить. Это как у боксеров в очень тяжелом весе. Как бы все двигаются не очень много и стараются друг по другу лишний раз не бить, потому что если прилетит, это может быть все, каюк. В моем весе, например, там мы спокойно другую фигачим, потому что что, ручонки маленькие, все маленькое. В смысле, вы на баллы работаете, в общем, задача сделать 40-45, что-нибудь такое, максимально пробить во все стороны. Вы занимаетесь боксом? Уже нет, я занималась 6 лет, а потом 9 лет каратэ. Сейчас я просто гильку тягаю. Все подобное. Мне нравится, да, 40-45. Нормально. Такой при прикидке в среднем должно прилететь порядка 50-55, и из них сколько-то засчитают. Я по легких, я по легких буду занимать. Да, из них сколько-то засчитают. А что означает территориальное животное? Ну, есть две как бы градации. Территориальное, либо если у тебя есть ареал, который ты охраняешь, на котором ты бываешь пищу, и ты прогоняешь оттуда те особи твоего вида, которые пытаются там же покормиться. Ты привязан к этой территории исключительно из-за пищи. Ну, обычно, да. Иногда на это накладываются разные семейные штуки. Если мы, например, будем говорить на каких-нибудь птицах, то все песни птиц, которые мы слышим, это самцы поют и привлекают самок. Обычно их привлекают, когда у тебя уже есть гнездо. Уже есть где откладывать яйца и расти детей и все такое. И в моменте, когда есть семья у каких-нибудь воробушков, у них территория общая на некоторое время. Это закончится, когда дети вырастут, но есть какой-то момент, какой-то промежуток, когда территория на двоих. Есть животные, у которых на группу территория. Те же гориллы или, например, какие-нибудь, не знаю, волки. У волков, кстати, огромный рял, потому что это большая стая, которая охотится, пробегает большие расстояния, но она за ними закреплена. И другая стая будет стараться не зайти. Или зайти на самый краешек и быстро уйти с этой территории. То есть не доводить до какой-то распри. Обычно такие штуки. Но есть еще усугубление территориальности. У приматов и хищников, прошу прощения, у меня все мысли о павианах, и я не могу сказать никакое другое слово. Есть манера рожать очень незрелых детенышей, и нужно некое логово иметь. То есть у тебя не только территория, где ты кормишься, у тебя есть место, где нужно расти детей. И у них обостренная территориальность, потому что у тебя есть момент, когда у тебя волчонок 3 месяца суперуязвим, или ребенок 6 лет, 12 лет суперуязвим, и ты это место защищаешь еще больше. Тебя уже волнует не только пропитание, чтобы чужие не зашли и не съели твою еду. Тебя еще волнует, чтобы не трогали тех, кого очень нужно вырастить. Те гены, которые хотят выжить дальше, чтобы они остались в порядке. И человек очень территориальный живет. Очень. То есть у тебя есть такая история, что у тебя есть некая территория, неважно, насколько она условно плодородная или насколько она тебя питает, но из-за того, что ты там родился, и там родились твои дети, ты вот из-за этой сугубой территориальности. Хорошо, смотри, вот у тебя есть вот такой вид. А скажем, подожди, а вот есть же обезьяны, у которых все попроще, какие-то бонобо, они такие более лайтово у них все организовано. Ну, у них не попроще, потому что бонобо, во-первых, в суперузъемом состоянии, это очень малочисленные обезьяны. Нужно учитывать, что если у тебя вид умирающих осталось очень мало, значит, они что-то все-таки сделали не так. Ну, то есть неоптимально, видимо, оказалось. И это вообще всегда проблема не в биологии, а в социологии, всяких принципов, вот, non-aggression, что давайте просто никто не будет задираться, и мы всегда будем жить в мире. Вот и все, просто сделаем, если никто не делает преступления, не обижает других, просто так все и мирно, и проживем счастливо. Первый же, кто начнет всех обижать, первый же агрессивный, он испортит всю систему, он сразу выиграет все блага, потому что все договорились, что так нельзя делать. Первый же нарушитель очень много выиграет. Вот, и это такая сложная штука. Вот бонобо в этом смысле, они отказались играть в эти игры с агрессией примерно, видимо, миллион лет назад, как мы судим по их генетике. Вот, и правда, они себя очень миролюбиво ведут, и они в умирающий вид, они в более изумевом положении, чем любые другие человекообразные обезьяны. Кажется, что, в общем, неоптимально это для живой природы. Для человека, кстати, могло быть оптимальным, но пока мы так не делаем. Вот. Ничего, когда в тюлени вот там это, вообще как-то будет. Хорошо, а человек, получается, самое агрессивное животное? Ну, нет такой мерки. У нас нет линейки агрессии, что прям приложить и точно сказать. Еще у людей из-за того, что у нас много, и мы живем в совершенно разных культурах, очень много разных нюансов. Ну, то есть, есть культуры охотников-собирателей, не знаю, эгалитарные, где, например, довольно низкое внутривидовое насилие, и, ну, например, нет какой-то повышенной внутривидовой смертности женщин по сравнению с мужчиной, например. Скажи мне, вот мы тогда с тобой, мы сейчас обсуждаем антропологию, мы обсуждаем такую биологию, мы обсуждаем, вот есть виды, они так устроены. Мы говорим, есть виды территориальные, говорим, внутридовая агрессия. А теперь что получается? Мы берем вот на все эти такие биологические тренды, накидываем еще мыслительный процесс. Вот условно у тебя же проблема, как будто бы человека состоит в том, что у него есть мозг. Вот у него есть мозг, сознание, и это довольно большой механизм, который работает 24 на 7, который потребляет какое-то количество информации, да, и претендует на наличие сознания, да, вот мы говорим, вот у нас есть сознание, и мы можем рефлексировать и осмыслять. Вроде так. Ну, вроде так. Вот. Но получается, что рефлексируя и осмысляя, мы занимаемся тем, что легитимизируем те вещи, которые были заложены в биологии. Тут суперсложный вопрос, на котором, я думаю, недолго всего последние 4-5 лет, на самом деле, им нужно еще лет 50, мне кажется, что-то понятие решить наконец-то. На стыке биологии и социологии происходит куча разных вещей, которые довольно трудно объяснять. Трудность биологии в том, что она выглядит очень убедительной, и людям хочется делать, ну, вот как природа и завещана. Природа никак не завещана. У Харари, которого я не люблю, но у него есть несколько классных находок в его книге, то есть он, я считаю, что он не зря написал свою краткую историю человечества, хотя у меня к ней много претензий. Мы многое здесь обсуждали, несколько раз, два раза. У меня к ней много претензий, но неважно, у нее много достоинств тоже, я ее могу рекомендовать, но факт-чет, это нужно внимательно. А что, кто-то говорил, не надо ее читать ни в коем случае? Не, ну понятно, что это стало бестселлером, и когда ты сейчас начинаешь ссылаться на эту книгу, ну, это достаточно смешно, особенно если вы ученый, вот если я при вас буду говорить, а вот там вот в той книге написано, вот, ну, это, ну, странно. Но некоторые элементарные базовые вещи, некоторые, опять-таки, там написано очень хорошо. Вот вы вот сейчас подтвердили. Ну, я вообще думаю, что, если я скажу, что нет плохих книг, но есть, конечно. Для начала, для знакомства, более-менее любая первая книга была бы хороша, а вторая, Хараль, правда, старался уместить огромное количество материала в очень маленькое количество страниц. Он сделается, конечно, с какими-то погрешностями, но если мы будем запихивать в маленький рюкзак огромное количество вещей, у нас все не влезет, что-то поломается, пока влезет и так далее. То есть вообще, ну, как бы, к его работе я отношусь скорее с уважением. Просто мне кажется, что лучше заменить эту книгу на шесть лучших книг. Вот. То есть если есть такое время, возможности, правда, интересно разобраться, ну, как-то так. Но если вот ты решил для себя, что я в жизни прочту одну книжку по антропологии, не больше, только одну, можно и Хараль, ничего страшного. Лучше фуле, конечно. Ты говорила про идеи какие-то, что там были. Да. Кажется, ну, у Хараль классная идея о том, что биология разрешает, культуру запрещает. И это супер... Это суперважная максимума, это большая правда о мире. Потому что в биологии можно встретить буквально всё. Вот буквально всё. Вот мы только что про поедание детей говорили. Вот у тебя биология разрешает поедание детей. Она разрешает. Ну, типа, более того, в каком-то смысле это оптимальное поведение. Да. Если ты уже алгорема, то уже будь готов есть детей тоже. Тут ничего как бы далеко не покишь. То есть ты типа женился на женщине, у которой есть дети, ну, ешь. Ешь. Ну, вот примерно такая. В общем, идея просто в том, что биология, она разрешает всё, потому что можно найти примеры, даже не ходя далеко, не в смысле там во всей живой природе, а вот только по млекопитающим, только по приматам. Супер разные стратегии поведения. Куча вещей, которые запрещены в кучу разных стран, они практикуются приматами. На территории той же страны только приматами там не людьми, в таком, другими. Вот. Культура запрещает. Она вся система запретов, и они просто разные от места к месту, и каждая культура защищает себя, говоря, у меня-то правильные запреты, у меня-то они хорошие. Проблема начинается, когда культура какая-нибудь местная говорит, мои запреты, они от биологии, это в природе так. Это всегда только часть правды. В природе есть и так, и так, и наоборот, и переноборот. То есть вот это правда. То, что вы выбрали для местной жизни, культура, это же вещь чисто воображаемая. Но мы верим в неё, она работает как настоящая. Ну, вообще-то, как бы... Как юриспруденция. Пожалуй, что да. Нет-нет, так и есть. Но, тем не менее, работает. Фактически эффект от неё есть. Культура, кстати, штука очень опасная, потому что люди её часто тоже не рефлексируют. Ты так сказал, что у нас есть сознание, мы способны к рефлексии. Это, в общем-то, так и есть, кажется. Только мы этим пользуемся супер-пупер-летко вообще, если с вами брать среднюю популяцию. Вообще почти никогда, я бы сказал, исчезающая редко. Но вообще возможность такая есть. Вот. И в этом месте начинаются разные трудности. Поэтому ты говоришь, что есть какие-то правила поведения у приматов. Территориальность, социальность, агрессивность и так далее. Есть люди, у которых всё это помножено на то, что они ещё что-то думают, придумывают, порождают какие-то вот эти виртуальные сущности, касающиеся общества, культуры, этноса, религии, ещё что-нибудь. Вот. И начинают там этому следовать. Вот. Это правда так, но это почти невозможно изучать. Потому что в каких-то местах очень трудно отделить факторы одни от других. Где человек действовал биологически, ну, потому что у него моноаминоксидаза плохо работает в мозгу, плохо убирает нордгенарин, и он не просто вспыльчив, у него состояние аффекта, у него кровавая пелена, он там кого-то полоножён. Не то, что он, в принципе, ну, как бы злодей, он не контролирует себя физически, не может. Вот. И в суде ему дадут там не тюрьму, а психушку, потому что, ну, он, как бы, его нельзя перевоспитать. Он такой родился, ничего не попишешь. Вот. В каком месте? А в каком месте социальные признаки? В каком месте он просто считает чисто идеологически, что он имеет право взять нож и в этом случае поднуть другого человека ножом. Всё нормально. Или топором зарубить процентничество, о чём мы зря-то вспоминали. Ну, конечно, да. Даже двух, да? Даже двух. А все про вторую жертву забывают. До того, как начать записывать, обсуждать. Да. Вот. И в этом месте очень трудно исследовать. И минус в том, что даже люди образованные, ну, вот, подкаст смотрят люди, там, читающие, думающие, которые что-то хотят там разбираться, больше сантимедий, так понимаю. Или поправьте меня. Или они просто... Скорее всего, да. Скорее всего, да. Конечно, продолжай вести. Ладно. Ну, просто, но даже в этом случае, когда слушаешь, там, физика, хочется вынести какую-то пользу из его рассказов и как-то приводить к своей жизни. Слушаешь биолога, тоже хочется. Медика, там, вообще, естественно, хочется вынести пользу как можно скорее вообще за урок. Вот. Но есть многие вещи, которые касаются, там, общества и этологии, биологии выносить просто тупо в социум. Потому что это каждый раз заканчивается какой-нибудь исторической драмой. Так уже люди делали. Вот уже, там, 20 век уже показал, что происходит, если ты из биологии верёшь какие-то догматы, причём только некоторые. Ты всё равно их выбрал избирательно. Талкинсь от культуры, которые тебе интересно насаждать. Вот. И начал их насаждать. Ну, вот ты приходишь к какой-нибудь освенцам. Как бы, не потому, что биология говорит, что это должно быть, а потому, что из неё можно взять любые подтверждения любым твоим аргументам. Я понимаю, просто пытаюсь сказать, что каждый раз, когда биологические факты используются для построения социологических каких-то моделей, ну, даже не социологических, правильно сказать, политических каких-то моделей или экшенс, это каждый раз работает очень плохо. Каждый раз. И поэтому с этим нужно быть очень осторожным. А людям кажется, биология, она жут. Получает истинное знание о мире. Объективная реальность, да, биология. Это уже, там, два шага до физики, а физика – это уже сама объективная реальность воплати буквально. И из-за этого люди к этому сильно прислушиваются. Из-за этого очень, становится им легко манипулировать. Вот. Но этого нужно опасаться. Так делать нельзя. Вещи, которые люди строят в обществе, которые строят про социум, должны отталкиваться от гуманистических ценностей, от гуманитарных ценностей. И все те науки, которые не кажутся такими жесткими, да, ну, всякие гуманитарные вещи, в этот момент надо смотреть на них, на их достижения и на их практики. И на то, что работает, а что нет. Для меня, например, было супер потрясением, когда я в 25, когда начала читать много книжек по социологии, я, конечно, любитель, но тем не менее обнаружила, что все статистики показывают, что прогрессионизм не работает. Никакие запреты не работают. Если у тебя есть страна или общество, или семья, короче, у тебя есть какая-то культурная ячейка, маленькая или большая, тупо запреты лобовые не работают. Тебе нужно отстроить такую систему, чтобы выгодно было соблюдать что-то интересное, а не соблюдать то, что ты не хочешь. Но лобовые запреты, они всегда будут обойдены. Так работать нельзя. И я вот тогда думала, неужели все взрослые дяденьки, которые там принимают какие-то глобальные решения, и они этого не знают. Нет, не знают. Как же так? Нет, ты хочешь короткого ответа, да, примерно не знают. Хорошо, ладно. Я удовлетворена и не удовлетворена одновременно. Но это просто на самом деле, ну, что мы обсуждаем? Мы обсуждаем саму ткань. Вот мы говорим, на самом деле, хотим мы этого или нет, человек, он двуедин. Вот он, соответственно, с одной стороны является человеком, вот все, что он придумал, гуманитарное знание, наше мышление, гуманизм. А второе, это вот та часть, которая животная, которая чуть-чуть поскребит человек, и все, он будет рвать, убивать, творить совершенно непотребные вещи. И при этом это будет тот же самый мозг, который вот будет сидеть и плакать над фильмом один плюс один там, или каким-нибудь еще. Вот. И это один и тот же... Дневник памяти. Дневник памяти. Слушай, у тебя очень, как это сказать, устарело, потому что, может быть, обидишься, специфичное представление о животных, что вот если мы возьмем животного, то он такой, ус, разорвать, убивать. Нет, нет. Если это не суриката... Я понял. Это все-таки опасный, да? Смотри, в чем... Вот это был мой следующий вопрос. У меня, точнее, есть такая гипотеза, что вот мы же были охотниками-собирателями, правильно? Да. И вот там был такой некий... Вот, ну, как бы, городам сколько? 10 тысяч лет. Вот мы 10 тысяч лет живем на том месте, где мы живем. Нет, нет, мы живем меньше. 6 тысяч лет назад было огромное переселение из Каспия в сторону Европы, и вообще люди постоянно мигрировали. В 17 веке русские пошли в Сибирь жить на минуточку. Ну, я имею в виду, появились города. Да, мы не живем все время на одном месте. Да, я и не имел в виду, что живем на одном месте. Я говорю, что появилось понятие оседлости. Да, да. Мы, типа, стали переходить. А до этого сколько? 200 тысяч лет мы брали. 2,5 миллиона лет. Ну, я такой уже... А, про наш вид, про 200 тысяч. Да, про человека, который похож на человека, которого бы я увидел, и он бы на меня молча вот так грустно не смотрел. Вот. И я вот... Представь себе, это идет человек, идет человек, его жизнь, она так устроена. Ты встаешь с утра и идешь куда-то. Правильно, сколько? Километров 20 в день они проходили? Больше? Кто, как. Но охотники иногда больше, собиратели иногда меньше. Ну, вот. Там как повезло. Ты идешь, твоя задача на сегодня, задача на сегодня поесть, в принципе, найти безопасное место и поспать. Вот. И ко всему... А мозг у тебя на самом деле такой же, как вот сейчас у человека, который посмотрел True Detective, пообсуждал Достоевского, поиграл в змейку на телефоне. Не знаю, вот все вот это вот делал, да? Это тот же самый мозг. Вот. И поэтому ты такой идешь-идешь, и вот что у тебя интересно в этот момент происходит в голове? Мне кажется, что вот мозг какие-то вещи приобрел, да, приобрел какие-то механизмы, я не знаю, когнитивные, они родились тогда. Их задача была очень утилитарная, да? Проблема человека в том, что в современном мире он вот эти утилитарные механизмы ухитряется использовать в совершенно неправильном ключе. То есть, например, вот у тебя есть мозг, у тебя есть, например, представление о стрессе. Вот как выглядит стресс 30 тысяч лет назад? Это на тебя кто-то нападает, это тебя сейчас съедят. Или ты хочешь есть. Или тебе очень холодно. Это, короче, проблема такого сорта. То есть, ты, скорее всего, умрешь. Вот такая проблема. То есть, твоя проблема, ты умрешь. Да? А сейчас стресс, это те нужно сделать презентацию в Excel. Вот, ну как бы. В Excel это правда. Нет Wi-Fi. Нет Wi-Fi, да. Да. Ну, это мы сейчас такой, да, стресс, но описываем. Много стресса. Так прикол состоит в том, что механизм, который включается, это тот самый механизм. И когда я говорю, что один и тот же человек способен убивать, мне кажется, что насилие человеческое, оно отличается от насилия сурикатского. Потому что сурикатское насилие, оно биологическое. А человек, из-за того, что у него есть мозг, он такой адаптивный, и тебе нужно делать много насилия, а у тебя, например, есть зеркальные нейроны, которые, типа, вот ты видишь человека, ему плохо, и где-то у тебя в мозгу зажигается, что тебе тоже немножко плохо. Тебе нужно вот эту реакцию мозга подавить как можно эффективнее, потому что очень нужно. Вот. И ты врубаешь какие-то обоснования, которые ты... Главное, что механизмы, которые ты используешь для этого, это те механизмы, которые ты наработал, когда ходил и искал, что там... Плоды, мясо, падаль. Плоды, мясо. В основном падаль. Ну как в основном? Уж не надо завидовать рацион охотников-собирателей так сильно. Не в основном. Ну какой-то процент пищи, где как повезло. Слушай, про охотников-собирателей, извини, что не отвечаю сейчас на топик твой глобально, прикапываюсь к мелочам, но мне просто внезапно дали табуреточку высказаться, и я не могу лишиться этого шанса. Я просто хотела уточнить, что про охотников-собирателей некоторые представления тоже не сильно отсталят времени. В частности, насчет поиска пищи. Сколько охотники-собиратели тратят времени на добычу пищи? У Маршала Саленса есть потрясающая книга, называется «Экономика каменного века». Это огромный метроанализ. Так, так, так. Интересно. Очень прогрессивный для своего времени. И примерно 16 часов в неделю тратят охотники-собиратели на добычу пищи. Вот не 40, как, например, многие современные люди, чтобы питаться нормально. 40 часов в неделю надо потратить суммарно усилий, чтобы поесть нормально всегда. А там 16. И на самом деле нормальные охотники-собиратели большую часть времени занимаются разными социальными ритуалами. Они изобретают языки, рисуют, танцуют. У них там всякие религии хитрые вывернутые и все такое. То есть у них совершенно другие занятия. Они занимаются тем, чему мы отводим два часа в неделю. У меня вот хобби. Вот столько времени. А у них это каждый день по многу часов. Танцевать – это важно. Танцевать – это расслабляет. Танцевать предотвращает войны. Короче, в общем, все здорово, чудесно. Просто городские люди себе так представляют, что жить охотник-собирателем так тяжело. Целый день делаешь такой голодный, холодный, босый и еще что-нибудь съесть. Еды достаточно, если ты знаешь, как ее добывать. А люди на местах довольно споро нарабатывают культуру, чтобы нормально там питаться. Причем касается там хоть эскимосов, у которых трудно условия жизни, и теми они совсем не голодают. Традиционные именно жители. Ну и до тропиков, до какого-нибудь там амазонских. Где тоже... Я бы там умерла от голода с огромной вероятностью или от яда от какого-нибудь. В общем, одно из двух, скорее всего, было бы. Лебняль. Или ягуар бы ночью задрал. Вот. А они всех этих... Все это обходят легко. То есть для них эта жизнь, она довольно комфортна, на самом деле. Вот. Это то, что я хотел сказать. А насчет... Да, супер у тебя верное, конечно, замечание о том, что есть чисто биологическое поведение сурикатов, и есть человек, который может пользоваться разными нейронными контурами. Там что-то гасить, что-то продвигать, наоборот, и так далее. Это чистая правда. Вот. Часто очень непонятно, как это исследовать, потому что редко человек испытывает одну сильную эмоцию. Обычно букет. Вот. Эмоции — суперважный механизм для оценки происходящего. И у каких ты пойдешь на поводу, какие ты подавишь, погасишь, все сильно зависит от культуры. И на этом месте... Вот здесь ломается физическая антропология. Именно это то, о чем я и пыталась сказать до этого. И спасибо тебе за твою мысль, потому что она позволяет это немножко развернуть, может быть, более человеческим языком, чем я это делаю. В этом месте, когда человеку можно проявлять агрессию, какую, сколько, когда он должен ее проявлять. Вот это все. Тут ломается какая-либо биология. Это должна определяться культурой, куда мы хотим прийти. У нас, собственно, у многих человеческих культур, у них... Это, кстати, очень давно... Очень давняя тоже проблема антропологии и археологии. Как вообще антропологии отличают виды людей, начали отличать? По археологическим орудиям труда, по культуре. Потому что находишь разные типы орудий, разного времени, приписываешь их разным видом. Потом находишь кости, и все сходится примерно в одну картинку. Сейчас мы уже и на генетику опираемся, и на все, но сначала орудия сохраняются хорошо, они каменные, а кости плохо. Они на 25% из органических есть, поэтому есть чем бактериям поживиться. И у культуры есть эта трудность, что она должна опираться на прошлое. Вот мои деды 2,5 миллиона лет выживали, делая вот так. Как бы хорошо бы продолжать делать так, чтобы выживать. В нужный момент куда-то миглировать, в нужный момент ждать стадо бизона, чтобы убить всех бегущих сзади самцов, стариков, самых детей. И нужно опираться на это, и одновременно вообще по-хорошему нужно еще смотреть в будущее. Куда я с этой культурой приду? Где я буду через 30, 40, 50 лет? Где будут мои дети и внуки? Вот если мы будем жить, точно так же. И культура очень усложнилась материально, тут я, конечно, никого не удивлю. И мы за ней уже не успеваем, ее трудно предсказывать. Трудно сказать через год уже, какая у нас будет материальная культура. Как мы будем жить в быту, как мы будем общаться между собой, какая будет логистика и так далее. Вот эти все вещи, какие будут правила чисто материальной жизни. Я сейчас даже не о ментальной культуре, а прямо о каких-то базовых вещах говорю. Мы не можем за этим угнаться. И пытаемся так же экстраполировать, как деды жили 100 лет назад хотя бы, традиционные ценности. Но это давно уже не монтируется. Уже в 20 веке традиционные ценности плохо очень монтировались в происходящем. В 21-м вообще они уже никак вообще не монтируются. Но отказаться от них невозможно, потому что очень долго это служило тебе верой и правдой. Если деды не ели вот эти грибы, нам не надо есть эти грибы. Уже все проверено. Ты просто немножко про разные говоришь ценности. Знаешь, вот про грибы – это очень понятная ценность. Очень хороший был демонтаж, уверен, было бы интересно обсудить с людьми, которых вот когда Петр картошку привез, какой там произошел демонтаж, когда тебе привозят, говорят, это надо жрать. Ты такой, это я не буду это есть. Это что-то из земли выкупал, какая-то херь. Это вообще нормальная еда сверху растет. Да ладно тебе, у Куски была репа и морковка. Вот-вот. Уж не то, что они прям картошку привела их в шок. Все страны такие, господи, что это? Так вот, и у тебя произошел этот момент, когда нужно было научить людей есть картошку. Просто обычно под ценностями понимают как раз какие-то отдельные культурные осколки. Это даже осколок чаще всего. Причем сформулированный таким образом. Обычно это формулирует человек, который не очень понимает, как было на самом деле, но у которого есть в голове представление о том, как бы было бы, хорошо бы, если бы было бы в прошлом вот так, потому что... И дальше он синтезирует прошлое из каких-то своих соображений. Дальше он тебе выдает вот этот осколок и говорит, вот, вот это есть ценность. Я хотел задать вопрос. Смотри, вот мы сейчас говорим, что вот там ломается физическая антропология. Хорошо. А есть какие-то попытки это изучать? Есть, например, смотри, можно ли попробовать синтезировать культуру? То есть построить культуру аксиоматически. Вот у меня есть представление о физической антропологии. Есть примерно, понимаю, как работает мозг. Очень условно. И я пытаюсь из каких-то базовых предпосылок синтезировать культуру, а потом как-то анализировать ее эволюцию. Ну, до какой-то степени, наверное, сможешь. Вычислительная культура. Назову это так. Слова не мальчика, но на махматянина. Ну, я просто хочу сказать, что любая культура, она... Не, не любая. С момента появления государственности последние 6-7 тысяч лет, соответственно, любая культура обычно спускается сверху. У охотников-собирателей довольно эгалитарное сообщество, довольно распределенная власть, и культурные паттерны нарабатываются снизу. У кого-то что-то новое получилось, он поделал-поделал, все увидели, что это выгодно, все поделали-поделали. Если прижилось, то прижилось. Но при этом он не стал главным. У них вообще все очень трудно с главенством как таковым. Обычно есть какой-то вождь, какие-то старейшины, но они довольно редко пригождаются. На охоте может другой мужик порылить, не вождь. Для перехода может вообще какая-нибудь там какие-то тетки забарагозить, что вот вы там ходите охотничать, у вас нормально получается, а мы уже все вокруг отсобирательствовали. У нас как бы в радиусе 10 километров все съедено. Нам нужно менять стоянку. И это не будет... Дело не во власти, дело в здравом смысле, в том, что некоторые люди лучше знают, что пора делать. Собиратели, эксперты, потому... Нам тут есть чего поесть или нет? В таком духе. И как бы есть старейшины, но тоже к ним иногда прислушаются, иногда нет, по сумме разных факторов. И нет, это не так, как нам часто показывают в кинематографе, когда вот у тебя есть вождь, и он такой самый доминантный, и он, как сказал, так все сделали. Это бывает довольно редко, и это очень неустойчивая система. Она обычно долго не держится, потому что все одинаково впахивают, и все хотят одинаково получать от собирательства и от охоты. Никто не хочет отдавать вождям и жрецам половину навара. Ну, в смысле, зачем так устраивать жизнь, думают охотники-собиратели. Но у них нет обычно запасов. И это очень важная сторона, почему их культура такова. Потому что у тебя есть сегодняшний день, максимум завтрашний. Если ты хорошо убиваешь бизонов, прям вот задний ряд стадовый кашиваешь, как некоторые североамериканские индейцы делали, у тебя, может быть, есть какое-то будущее на месяц, полтора-два. Но у тебя нет перспективы, что прям я буду жить на этом месте еще тысячу лет, мои дети завоются из соседней земли. Ну, в общем, вот этих всех вещей у тебя нет. И у тебя нет излишков, на которых ты можешь кого-то содержать. У земледельцев есть. У тебя остается от твоих полей столько амбаров зерна, что ты можешь себе выбрать вождя, который не будет работать, жреца, нанять армию, всяких там придурков, ученых, поэтов себе завести, бездельников. Ну, в общем, кучу можно народ содержать на этом амбаре. И это как бы другая культура, другой уровень жизни. Но она начинает слоиться. Невозможно быть таким равновесным. Из-за того, что наплодили всяких ролей социальных, получается какая-то иерархия. Иногда верхушка слишком сильно давит вниз. И это как бы такая сложная штука. Любая культура синтезирована. И любые ценности, которые нам предлагаются, неважно, они будут звучать как новые, какие-то, которые невиданные прежде. Не бывает, кстати, невиданных прежде ценностей. Мне кажется, тоже за последние 2000 лет в культуре людей было уже практически всё что угодно, с одной стороны. А с другой стороны, нет никаких традиционных. Мысль об осколках, она очень верная. Потому что чаще всего нам предлагают как традиционную ценность вещи, которые традиционными не были. Ну, типа, упростить за пример, ну, нуклеарная семья. Что есть муж и жена, это ячейка общества. Это неплохая ценность, она довольно старая, но она не является традиционной, потому что полторы тысячи лет на Руси, давайте только об этом регионе говорить, например, семья была огромная. И меня там женщину забирали в дом мужа, у меня там была куча залог, свекровок, там вообще кого-нибудь попади, его сестёр, братьёв, куча детей и всё такое. Я, например, детей растила не одна. У нас была куча тёток и мужиков. Мужики много зарабатывали, тётки много были дома. И это распределённое хозяйство. А не то, что вас двое, на тебе весь быт, все дети, всё такое. Мужик сколько может помогает, но всем тяжело, все работают, все по дому. В общем, это разная нагрузка на людей падает. Я когда говорю про синтез, я имею в виду, что вот ты очень хорошо сказала, потому что как обычно происходит синтез таких вещей, он происходит ретроспективно. То есть ты говоришь, окей, вот это хорошая вещь, вот давайте её имплементируем сейчас. Но вот как любая модель устроена? Ты, если ты здравый человек, ты просто туда дополнительные параметры не добавляешь. Потому что может так случиться, что у тебя была какая-то система устойчивая, а ты добавил туда какой-то параметр новый офигенный, и всё развалилось к херам. Завтра. Поэтому ты знаешь, что нельзя просто, например, в производстве взять и вместо, я не знаю, стали начать использовать пластмассу, потому что вот тебе больше цвет нравится. В целом плохая идея, да? Ну то есть давайте сделаем двигатель внутреннего сгорания, из пластика он же дешевле будет и легче. В принципе, хорошая идея. В принципе, да. Да. И он будет работать, но один раз. То есть ты как бы один раз сможешь завести машину, оно, ну, всё взорвётся, конечно, вот, но смотри, формально всё выполнено. Машина завелась, двигатель лёгкий, всё хорошо. Вот. И это нормально. Но при этом, как бы, когда я говорю про культурную, вот мы говорим про какие-то культурные взаимодействия и какие-то базовые совсем вещи, даже на каком-то, на базовом уровне проверка того, что мы сейчас пытаемся сделать, да, например, вот мы хотим сделать какую-то там новую вещь, да, вот, добавляем его. Даже она не происходит. То есть более того, как мы обсуждаем сейчас уже 10 минут, и не может происходить, потому что мы, в принципе, не очень понимаем, как это делать. Хотя вот только что мы обсуждали, что вот у тебя есть разные виды культур, и у нас есть такая естественная лаборатория, вот обезьяны, разные виды выбрали себе разные схемы, у кого-то отчаянный тоталитаризм, у кого-то... Вот про это я хотел спросить. У кого-то, как вот, я даже не знаю, на что похоже у этих, у горилл, это похоже на, я не знаю, как это же, тикток, вот. Тикток-хаус. Тикток-хаусы у них, то есть у кого круче тиктоки, такой батл у вас происходит. Главное, ну там, не ударить, потому что это все деньги, да, нельзя бить по лицу это, снимать потом. Вот. И у тебя есть бонобо, которые, типа, такие, сколько ты сказал, тысячи лет назад решили, что такие, типа, а у нас, короче, 1969-й наступил, и вот он у них... Вудсток. Вудсток до сих пор у них играет, то есть такой. И они такие, типа, пацаны, мы вот так. Вы вымираете. Наверное. Вот я хотел спросить, знаешь что? Я бы хотел спросить, вот вы описывали охотников-собирателей, как у них все устроено, и это больше похоже на, я не знаю даже, под какую политическую систему это можно подогнать? Анархия. Анархия, да, скорее. Это не система как таковая, да. Да, вот какой естественный, значит, естественный способ организации людей, это анархия? Или такого? Да, на очень маленьких популяциях. Если у вас 30-100 человек, вы можете анархиячески всеми, что это говорится, довольно мирно, ну, с небольшим количеством эксцессов. То есть, если в будущем человечество все-таки выйдет за пределы космического, за пределы Земли и начнет осваивать космос, то нас ожидает примерно такое будущее. Я бы не рассчитывала. Если нам придется уходить Землю, значит, тоталитаризм возьмет верха, сто процентов. Но тоталитаризм — это неестественная организация человеческого общества. Ну, почему? Нормально он работает. Или естественная? Ну, она не такова, не такова. Потому что в биологии естественная любая. Она естественная, в смысле, она нормальна. На планете Земля она популярна. Миллиард китайцев живут в довольно тоталитарной системе. Миллиард — это много, это восьмая часть. Наверное, уже больше, пока я говорил о том, что было. Больше два миллиарда. Я просто пытаюсь сказать, что у тоталитаризма есть свои плюсы. Но если пытаться прокинуть мостик в животный мир обратно, павианы ведут себя очень тоталитарно. У них жесткая вертикальная иерархия. Один главный, остальные сильно слушаются. Все пытаются нарушать его запреты. В общем, самки пытаются париться с молодыми красивыми самцами, а не с этим стариком. Все там как-то пытаются свои интересы соблюдать. Но по факту больше всего времени все соблюдают правила главаря или пары главарей. Потому что иногда они делают альянсы, и могут два-три самца захватить всю власть технически. Но они между собой быстро ссорятся, потому что все хотят одних и тех же самок. Не могут между собой определить. Все равно дерутся и разругиваются. Все равно остается один в итоге. Но пытаются иногда делать коалицию и показать свой необыкновенный социальный макиявилевский интеллект. И вот у павианов довольно жесткая эта вертикаль. Она, в принципе, неплоха. Павианы, вообще-то, когда-то, 2,5 миллиона лет назад, заставили нас начать делать культуру, начать использовать руки. Поэтому, в принципе, это хорошие конкуренты, которые классно очищают всю саванну и все такое. Их строя, в принципе, работает. Минус его в том, что он суперригидный. Он никуда не эволюционирует. Тоталитарная система никуда не идет. Она может только поддерживать сама себя. То есть, 2,5 миллиона лет назад они нам были конкуренты, а сейчас, ну, нет. А сейчас нет. Но, кстати, есть ситуации, когда люди пытают павианов, чтобы добыть в них информацию, которую люди сами получить на местах не могут. Поэтому есть нюансы. Что? Это в разных государствах, которые задевают, ну, тот южноафриканский буш весь, в ситуациях, когда есть большие государственные трудности, а там есть большие государственные трудности разного масштаба, когда бывает перебой с водой, что не редкость, то люди… Ну, в саванне есть сухой влажный сезон, в сухой сезон трудно добыть воду, потому что у тебя большие озера пересыхают, много хищников рядом с ними, нужно искать родники. Они меняются там от года к году. Шмись какая-то система, все довольно сложно. Люди редко знают, где они. И павианы всегда знают, где они. Но павианы не любят, когда за ними наблюдают. И поэтому, если есть группа павианов, и ты за ними следишь из кустиков, в надежде, что тебе покажут где родник, то они ходят по одному и очень незаметно. Так что у тебя просто все павианы сидят попившие, и ты не понял, как они это сделали. Поэтому нужно поймать молодого павиана, несколько мужчин, одного, на веревках плящить его в деревню и дать ему анализаться соли. Даешь ему блок соли, он лижет, сколько ему хочется. Это вы сейчас реально рассказываете? Ничего себе. И павиан, страдающий от жажды, как только когда отпускаешь веревки, он бежит прямиком к водопою, прямиком к роднику. Он уже не думает о защите информации павианов от людей, он должен просто уже попить. И все племя твое человеческое теперь знает, где павиан и родник, и теперь может из него тоже пить. Вот так вот мы и победили. Ну, как бы победили. Как это на самом деле коварно опять. Да что коварно? Не, ну вот все равно, вот человек коварный. А что значит коварный? Ну, вот такое вот придумать. Типа многоходовочки придумать? Ну вот да, несколько стадий. Значит, мы его притащим. Так, дадим ему соль. Вот это, кстати, многоуровневость человеческого насилия. Оно в отличие от животных. Ой, сразу о насилии. Я просто подумала о том, что я хотела сказать, что это супер задел для речи. То, что мы умеем опираясь на какой-то прошлый опыт на несколько шагов. Строить следующие несколько шагов. Это то, что позволяет нам разговаривать, пользоваться этими временами. Декурсивное такое мышление. Я вот попытаюсь характеризовать человеческое насилие, чем оно от биологического отличается. Вот еще одна характеристика. Оно многоуровневое. То есть это такой, типа, последовательность насильственных действий. То есть ты говоришь, мы сначала сделаем маленькое насилие, а потом еще нужно день, чтобы мы этих всех павианов еще вырежем, чтобы они, типа, нашу воду не пили. И вот тогда вообще... То есть представь себе это вот с глазами павиана. Его поймали. Он такой, что за дела? Очень все плохо. Потом он, видимо, хочет есть. Они ему говорят, вот поешь вот это. Он начинает вот эту соль есть. Такой, что за дела вообще? Это вообще что происходит? Почему я хочу пить? И они его отпускают. Такой, слава богу, меня отпустили. И он бежит к роднику. И у него отбирают этот родник. Да. И у всех его родственников отбирают. Этот родник. Да, и он такой... Не, ну вот да, да, да. Поэтому, конечно, мы все-таки заслуживаем, что наш вид должен быть тупиковым. Брезвение павианов, да, заслужили? Тупиковым. Да, да, да. Ну, то есть тирания. И хомо эректус. Видишь, мы уже выяснили, что в целом набор видов, которые такие, типа, ну, ребят. То есть тирания – это тоже своего рода естественный вид организации. Любой вид организации, естественный. В смысле, в природе можно найти ему аналоги. Они все работают. Вопрос в том, что когда биолог изучает какую-то естественную систему, он обычно смотрит, как она сформировалась, какие цели она выполняет и какая у нее есть перспектива. А в социуме мы такого не делаем. Мы такие, ну, в общем, хотелось бы жить безопасно и ничего не решать. О, тоталитаризм. Прекрасно. Это решает все мои запросы. Я сэкономлю кучу энергии, мне не нужно будет думать каждый день. Нужно просто будет быть аккуратным. Это нетрудно. Мы не анализируем, что дальше-то. Ну, хорошо, мы построим тоталитарное государство. Что дальше? Сколько оно существует? Куда оно придет? Каким станут люди в нем, если не 10 тысяч лет будут в нем жить? 20. Какими они станут? Что поменяется в их мышлении? Какими будут люди, которые всегда живут в тоталитарном государстве? Мы вообще-то должны об этом подумать. Когда биологи изучают тоталитаризм павианов, они изучают, как павиановы сделали, какие он им дает блага и куда он их ведет. Ну, спойлер, никуда. А как же стабильность? Ну, так они 2,5 миллиона лет уже мы-то, видишь, хотя бы, хоть, там, я не знаю, компьютер сделали какой-то. Монолизу опять же. Ну, ты знаешь, кстати, не самый лучший портрет у старика. Отлично. Ты из 984, динозавры, Монолиза. Все. Запишите. Монолиза. Монолиза. 4 из 5. 4 из 5. Не очень. Не очень. Ну, а вот мне знаете, что кажется? Мне кажется, сейчас... Ну, так вот, а мы с ними, видишь, начинали. Мы начинали примерно в одно время. Мы стартовали. У нас были одинаковые уровни. То есть, вы сейчас говорили, что стык биологии, культуры, социологии, и еще на это накладывается сейчас технологии. Социология, культура, технологии. Вот мне кажется, вот я так думаю иногда про это, что для тоталитаризма за всю историю человечества сейчас самое... Это сейчас самое плодородное время, потому что благодаря технологиями очень легко поддерживать вообще тоталитарный режим. Ты знаешь, есть такой... Такого же еще не было. Есть такой прикол, что считается, что люди отказались от рабства. Да. Ну, это вообще жанр такой, что отказались от рабства, потому что рабство было экономически неэффективно. Может так случиться, что новые технологии сделают рабство снова экономически эффективным. То есть, это не будет рабство, как раньше там... Хлопок собирать, да. Хлопок собирать, да. Но вполне возможно, например, я не знаю, может быть, вот просто такая схема, что ты берешь, и тебе, как человеку, можно выйти на IPO. Знаешь, вот как компания выходит на IPO, выпускает свои акции. Да, да. Ты говоришь, я... К этому все идет. Я Андрей Коняев, я выпускаю свои акции. Андрей Коняев. Капитализация. Капитализация меня. На IPO, да. И люди покупают мои акции, да, и моя капитализация зависит напрямую от этих людей. Они являются шер-холдерами, то есть, все деньги, которые я зарабатываю, я обязан с ними делиться, вообще всем делиться обязан с ними. Да. Вот, и при этом я от них напрямую завишу, то есть, насколько я хорошо, и насколько хорошо торгуются мои акции, то есть, моя личность, как я. То есть, как бы, вот у тебя, пожалуйста, ты берешь... Это отличная антиутопия, Андрей. Это почему? Хорошая замена 1984 в твоем мире. Один ноль просто. Напиши, Андрей. Коняев Форуэлл. Напиши, напиши ее, и мы ее оценим, Андрей. По всем критериям, по которым ты оцениваешь. Ты вообще... Не-не-не, что-что. Не, не, хорошая идея. Что-что-что? Подожди. Это хорошая идея для книги была бы? Это хорошая идея для книги, но я предлагаю 20 лет просто подождать и просто посмотреть. Что это... Как это реализуется? Как это реализуется, да, собственно. Зачем читать, если можно потестить, да. Да, с технологиями связано очень много разных переживаний. Ну, тут тоже... Мы же с таким никогда не сталкивались еще человечество. Ну, технологии относительные, там, окей, промышленная революция, революция орудий труда, колесо, огонь. Но такой скорости распространения данных, такого количества, не было никогда. Да, никогда не было. Это правда. Ну, просто строго говоря, если прям ударяться в такую хардкорную биологию, что обычно называется редукционизм, и у хороших... Ну, в научном сообществе это, в принципе, осуждается. Вот такое поведение, как у Личарда Докинса, например. Когда ты все биологизируешь, ты не даешь существовать ничему гуманитарному, ничему социальному, такое все сводимо к биологии. Есть только ген. Остальное все, значит, напускное. А вся биология сводится к физике, а физика, как известно, сводится к математике. Ну, и поэтому все все поняли. А математика, кстати, не мэтчится с эволюцией, Андрей. Я все это знаю. Математика совсем мэтчится. Не мэтчится. Это просто плохо математику используешь. Скажите ему. Мэтчится. Не мэтчится. Уже сто лет с момента четырехового. С момента, конечно, синтетической теории, она стоит на математике. Все, кто занимается эволюцией, они подвергаются мнениям. Все математические анализы. Хорошо. Хорошо. ДНК откуда появилась, Андрей? Это ты спроси вот у этих, которые прикладной математикой занимаются, которые там вот ее великую математику к чему-то прикладывают. Вот ты их спрашиваешь. Чему, Андрей? Без ДНК не было бы математики, Андрей? А была бы? Конечно. Скажите ему. Я в шоке. Андрей, ты скажи. Была бы? Была бы. Без ДНК была бы математика? Конечно. ДНК это и есть математика, Андрей. Что, чувак, математика – это закономерности вселенной, которая не зависит от того, видит их человек или нет. Юриспруденция зависит, культура зависит. А вот, например, сумма квадратов гипотенузы, ой, катетов равна квадрату гипотенузы, теорема Пифагора, она верна вне зависимости от того, хочешь ты этого, нет. То есть она была верна, когда человекчество еще не существовало. То есть вот эта сумма работала… Но ведь никто не мог это написать или осмыслить. Это смог понять только кто-то с ДНК уже. Вот, вот. Это и поздний носитель. Вот тебе ответили. Это называется антропный принцип. Хороший, очень полезное, популярное объяснение. Типа, почему вселенная устроена так, как устроена? Она так устроена, потому что только в такой вселенной мог возникнуть разум, который мог задать такой идиотский вопрос. Это антропный принцип вот в краткой формулировке примерно. Вот. Да, хорошо, конечно. Та математика с теми символами, которые мы записываем, да, она могла возникнуть только благодаря ДНК. Но математика не сводится к символам. Не зависит от этого. Андрей, спасибо огромное за великолепный метод революционизма. Я бы лучше точно не смогла. Это было так. Не благодари. Вот. Я бы остановилась на той ступени, когда мы сводим социальные процессы каким-то, пытаемся биологическим взаимомерностям. Это уже довольно деструктивный ход. В смысле, ну, с этим знанием математики, которым ты нас сейчас одарил, трудно что-то делать дальше. Это просто унижающая тебя вещь. Математика, в отличие от тебя, была всегда и будет всегда. Ты можешь умирать, всё, пока. Вот. Когда так делаешь с биологией, тоже никакой особенной пользы ты не получаешь. Получаешь возможность манипулировать чьим-то сознанием, говоря о биологии. Я хотел сказать, в смысле? Нет, нет. Ты получаешь очень понятное это. Ты говоришь, это естественно. Ну, это да, да. Это природа. Вот это природа. А вот это не природа. Кстати, вообще я бы хотела, чтобы был какой-то такой глобальный совет, что если кто-то что-то вам говорит с аргументом, с когнитивной ошибкой от натура, вот говоря, это в природе так, сразу критически его осмыслять максимально. Он точно говорит что-то, ну, какую-то... Пытается продать какую-то свою штуку под брендом природы. Это в природе так. В природе всё есть. Всё это, что он назовёт. Не надо слушать, что только вот это одно. Нет, в ней всё это встречается. Это просто хороший маркёр. Если человек говорит, что это же естественно, ты такой, да, ещё естественно, вот это, вот это, вот это. Всё. Короче, все антиподы того, что ты сказал, тоже естественны. Так же, как ты о чём-то говоришь, чувак. Вот. Важная такая штука. В общем, вот этот редукционистский шаг от как бы социальных процессов к биологическим, его, короче, не получается, даже зная о нём, не получается делать социальные процессы более разумно. Вот что я пытаюсь сказать. Да, мы же умели технологии, вот они растут. Информация растёт, мы превращаемся в вещи, в акции, сами себя в них превращаем, всё такое. Всё это правда. Этим не можешь заниматься в физической антропологии, этим трудно заниматься другим дисциплинам, потому что накладывается много, как ты сказал, разных слоёв явлений. Типа, у меня нет никаких на этот счёт оптимистичных, даже не оптимистичных, пессимистичных прогнозов тоже нет. Ну, раз ты понимаешь, я тебе вот что скажу, что да, редукционизм — это зло, но знание каких-то базовых вещей, вот то, о чём мы сейчас говорили, о сведении к природе, о каких-то… Это понимание природы человека, это очень неплохое знание. Вот отсутствие понимания каких-то вещей у людей, которые создают современные технологии, а оно явно отсутствует по некоторым показателям. Это как раз история о том, что иногда бы полезно было знать что-то, кроме непосредственно твоей узкой специальной области. Ещё неплохо интересоваться соседними вещами, и даже не соседними, понимаешь? Потому что, когда мы говорим про вот какое-то влияние на человека, да, мы говорим про, ну, там, ну, есть какие-то комические приколы, да, вот, ну, что там, типа, вот как человек смотрит в телефон, он смотрит вот так, да, как человек читал книгу, человек книгу читал вот так. В среднем угол наклона головы, да, он изменился градусов на 30-40. Так. Соответственно, пройдёт там… Сколько? Сто тысяч лет. Ну, что, 40, давай, 40. Изменится ли кость или мышца? Да, изменится кость. У людей появится какая-нибудь здесь офигенно удобная штука, что как раз и удобное будет положение для головы очень. Будет такое? Нет, Джо? Я думаю, что нет. Я думаю, что просто у нас сейчас альцгеймер очень сильно помолодел, а так у нас ещё больше разных будет болезней. От инсультов сейчас в России умирает больше всего человек в год. Ну, и вообще по миру это супербольшая проблема. Если мы так будем обращаться с шеей, как ты показал, ну, в смысле, типа, день за дня мы все, ну, то есть это станет такая популяционная практика довольно мощная, просто инсульт станет ещё моложе, его станет ещё больше, и всё, типа, будет мозг всё время ломаться, будем рано умирать. Видишь? Отлично поговорили. Я говорю, появится кость, это такая нет, просто все умрут. Вот, видишь? От инсульта. А, из-за того, что шея вниз, да, из-за этого, да? Ну, сосуды просто повреждать, ведущие к мозгу, это очень плохая задумка. А мы всё время это делаем с помощью питания, плохого себя чему-то за жизни, телефонов и так далее. Книг этих вот, да. Гребаные книги. А как лучше книгу читать лёжа? Я от лёжа люблю так, опс, нет? Я тоже люблю лёжа, но я не знаю медицинских показаний, как хорошо читать книгу. Хорошо читать книгу мало и много двигаться. Вот это хорошо читать книгу, а как бы... А, наверное, аудиокнига, наверное, хороший вариант. Бежишь такой на пробежке. На слух. Я слышал ещё, знаешь, что хорошо для здоровья мозга? Ну, 50-55 ударов словить за один матч. И самому тоже человеку настучать. Помогает очень сильно. Слушай, так я никогда вообще себя не продвигала как какого-то там зожника или человека, который мечтает долго жить. Наоборот, у меня... Люди в целом склонны к смерти. Знаешь, это... Согласна. Нас всех объединяет. Мы все... Это... Знаешь, как я видел смешное... Вот есть такой... Забыл, как его зовут. Ян, по-моему, Макмиллан, комик. И у него такие... Есть классные выступления с презентациями. Вот. И он приводил пример манипуляции со статистикой. Он говорит, вот, ну, как можно легко манипулировать статистикой. Вот, говорит, статистика. 44% браков заканчиваются разводом. Говорит, хорошо. Но смотрите, сейчас я, говорит, добавлю, 56% браков заканчиваются смертью. Как, говорит, совершенно... Во-первых, говорит, теперь вы знаете, что есть только два варианта окончания этого мероприятия. Ты когда женишься, тебе не говорят, братан, есть два варианта. Либо вы разведетесь, либо кто-то из вас... Ну, вот это когда говорят, пока смерть не разлучится. Это давай, давай. Вот. Вообще не то ощущение у этой истории. Вот и так же здесь. Люди склонны к смерти. Кто-то пораньше, кто-то попозже. Слава богу, все там будем. Вот. Все равно же это как-то надо изучать. Вот в чем проблема. Склонность к смерти? Нет. Что изучать? Антропологию вот где-то... Вот эта граница, связанная с технологиями, социологиями и воздействием на нас. Потому что как будто мы перешагнули ту грань, когда можно просто говорить, ну, нам нужно в очередной раз концептуально, это часть нашей культуры. Нет. Количество информации сильно превышает какие-то пороговые вещи. То есть происходит какая-то деформация мыслительных процессов. Ну, она видна. Да, ну, люди по-другому начинают думать. Это типа они как будто часто отключают мозг. Вот это все истории. Они как будто уже... Мы перешли вот эту грань, когда можно все списывать на культуру. Ну, часть культуры. Извини, а ты думаешь, что вот люди 20 тысяч лет назад, они больше думали, да, чем мы? Думаю, да. Думаю. Я, кстати, уверен, что они думали больше, чем мы. Недавно вышла книга антрополога по имени Хенрика, она называется «Секрет нашего успеха». Это одна из самых... Это вторая по жестокости в моей жизни книга, которую я читала. Это очень хороший ночь поп, очень хорошее качество. Сейчас ты опять расскажешь мне, что все, я зря. Как называется еще раз? «Секрет нашего успеха» называется. Не звучит как книжка по антропологу. Да, не звучит. Он нарочно так назвал. Он, как и Харайли, хотел хорошо продаваться, но книжка у него довольно сложная и очень интересная. Ну, в смысле, просто Харайли рекомендуют. Если у вас одна книжка в год, возьмите, пожалуйста, эту в следующем году. Было бы оптимально. Он там просто объясняет, насколько мы на самом деле глупые примитивные животные, какого мы высокого мнения в своих интеллектуальных способностях, но к этому не так уж много предпосылок. Там есть глава, где он разносит нас, как люди выполняют лабораторные опыты по сравнению с животными. У нас есть краткосрочная память ориентация в пространстве. В смысле, интеллектуальные способности, они же не сводятся только к математическим примерам и обработке текстов. Это, конечно, важная вещь, в этом животные с нами не могут потягаться. Мы реально лучше всех в математике и лучше всех в языках. Языки вообще только у нас есть. Не совсем правда. Что именно? По теории вероятности плюс там какие-то оценки всяких таких процессов обезьяны нам по каким-то не уступают. У них тоже разные языки. По каким-то чему? Языкам? Нет. Имеется в виду, ты говоришь по математике, я тебе говорю, оценка... Вот у человека очень плохо с теорией вероятности. А у обезьян бывает не хуже, чем у человека, а местами лучше. Плюс есть понятие оценки процессов. Типа, например, есть, знаешь, стандартные упражнения. Я вот насыплю сюда шариков, говорю, сколько шариков? Вот так и ставлю. И вот с этим человек тоже, бывает, справляется хуже животных гораздо. Ну, я, Хенрик, короче, целую главу на разных примерах доказывает, как много в чем человек уступает, даже в простых интеллектуальных заданиях, что наш мозг не так всесильно, как нам кажется, и что практически весь залог нашего, это вот возможности высокомерно думать о себе самодовольны, что мозг у нас ого-го, и интеллект у нас ого-го, у каждого из нас. Залог этого – это наша культура, то, что мы накопили за сотни лет супермного паттернов поведения, методов каких-то действий, предметов, всего такого. Ну, на самом деле изобретателей очень мало, но изобретениями пользуемся мы все. Все чувствуем себя очень умными, пользуясь смартфоном. Ну, как бы смартфон был изобретен большим количеством талантливых людей за достаточно долгое время, в принципе. Так-то. Вот. Хотя сейчас мы уже как бы об этом не думаем. Вот. И люди, ну, как бы, мозг – очень дорогая штука, и он всегда хочет экономить. У всех. Да, это правда. У древних людей тоже хотел экономить. У современных людей тоже хочет экономить. Если он находит для себя короткую пристику, короткий способ действовать, что-то отдать на откуп, чтобы решил кто-то другой, о чем-то просто не задумываться, что-то принять из культуры. У нас, у меня папа всегда так делает, я тоже так делаю, все, ничего не обдумывать. Он постарается сэкономить буквально на всем, и при этом все равно будет обходиться нам очень дорого. Он все равно четверть кислорода будет поглощать. И треть – там глюкоза. Все равно каждый день. При этом он еще и будет пытаться ничего не делать по возможности. И, ну, я бы не сказала, что… Ну, я не знаю, как мысли древние люди, сколько сил они тратили, насколько они были умнее, не умнее. Но если учить по охотникам-собирателям, то не так-то много сложных операций интеллектуальных нам приходится делать. Моментов принятия решений в ситуации неопределенности пока не много. У них гораздо меньше, чем у меня за день, например. Хотя у меня не супер насыщенная жизнь. И это… Ну, в общем, я бы не была… Мне одновременно не нравится не Руссо и Гоббс, да, по-моему, в эпоху просвещения Руссо и бодались, там, благородный дикарь или вот мерзкое чудовище, с которым нужно там честно договор делать и все такое, если не ошибаюсь, ничего не путаю. Мне одновременно не нравится, как идея, что человек ведет себя вежливо, если культуру надавила, а культуру сотри, вот там гадкое животное всех убивает. Это неправда. Животные себя так не ведут. Они отлично умеют договариваться и сосуществовать вообще-то. Вот. С одной стороны. С другой стороны, мне не нравится, что вот древние-то люди, вот они такие были, значит, разумные, каждый день он там карты думал, охоту думал, какие-то социальные связи наложил, а мы-то вот живем на автоматике. Не так, не так. Человек пытается сэкономить, когда может. Он ведет себя жестоко, когда вынужден. Вынужден, он может быть чисто биологически, те, кто-то угрожает, ты должен постоять за себя. Или идеологически, да, у тебя есть какие-то причины, которые там, не знаю, тебе было сказано, что там мужик не позволит себя оскорблять, просто типа ответь силой. Или там, типа, у тебя какие-то высокие идеалы, ты крестоносец, иди забирай, значит, мощи из Иерусалима, все, встал, пошел убивать, умирать, время прививать агрессию. Много может быть разных причин, но штука в том, что принципиально мозг пытается экономить, контур агрессии существует. И на фоне всего этого существует сложная достаточно чеческая культура, разнообразная, которая говорит тебе, когда, чем нужно пользоваться. И тут важно включать всегда критическое мышление. То есть тебе лично, зачем это надо? Вот тебе сейчас говорят, надо вот так, крестовый поход. Надо подумать, тебе надо крестовый поход. Вот сейчас то, что ты говоришь, это ровно, что говорю я, что у тебя смывается вот это включение критического мышления. Грубо говоря, я рассуждаю как? У тебя есть, ты права, у тебя есть какой-то ограниченный объем когнитивной, назовем ее, энергии, когнитивный потенциал. Вот я с утра проснулся, я вчера хорошо поел, поспал, позанимался спортом, у меня есть какое-то количество потенциала, то есть вещи, которые я могу сделать, решения, которые я могу понять, их ограниченное число. Вот. Теперь мы живем в мире, в котором этот потенциал начинает тратиться, еще я даже не проснулся. То есть я встал, уже такой типа, так, что тут у нас, и все, и уже я начинаю принимать решения, уже начинается какое-то потребление чего-то, чего-то, чего-то. Мой тезис был лишь в том, что понимание этих процессов, то, что мы ограничены во времени, в пространстве, в своих способностях, принимать решения на количественном уровне, в своих аналитических способностях. Мне не очень их интересно сравнить с аналитическими способностями животных. У нас была классная новость, например, что вот у осы, я люблю этот пример, у нее там 200 с лишним нейронов, вот, и, ну, как бы она летает и никуда, ну, не врезается по возможности. Вот ей этих нейронов хватает, чтобы делать то, на что человек вот должен тренироваться всю жизнь, чтобы вот ввести болид формулы-1 и не врезаться. Вот нормально, не обязательно иметь триллион, надо вот 200, и 200 хорошо. То есть понятно, что здесь вопрос специализации, но это разговор о том, что воздействие, да, современных технологий, оно именно, да, они, они, эти технологии, начинают отжирать уже этот ресурс. Мы перешли тот этап, где технологии облегчают тебе жизни, мы перешли к этапу, где эти технологии начинают отжирать твой когнитивный ресурс, они его почти полностью поглощают. И мы, как бы, вместо того, чтобы осмыслять это, да, мы говорим, ну, это хорошо, это вот инновации, движение вперед. Тот факт, что я теперь могу, типа, 20 роликов посмотреть до завтрака, до завтрака, это вот, это вот, это прорыв, это вот как бы мы вперед движемся вообще. Слушай, ну, у тебя интересная начальная аксиома про то, что этот когнитивный ресурс, он ограничен. Ну, это, скорее всего, правда, так, но вопрос, на сколько он тратится. Есть разные две ситуации, когда ты проснулся утром в саванне, тебе нужно сейчас подумать, как устроить свой день, чтобы позавтракать. Что сейчас, какие следующие шаги ты сейчас совершаешь, чтобы добраться до какого-то приема пищи. И сколько у тебя тратится этого, ну, условного когнитивного ресурса, когда ты утром, ты точно знаешь, ты проснулся в теплой квартире, у тебя классная ванна, замечательная семья, все очень круто, ты знаешь, что тебя ждет горячий завтрак, до этого, пока ты чистишь зубы, ты еще посмотришь ролик на YouTube, или там 20 роликов, не важно. Как бы, сколько тратится в одном случае вот этого ресурса условного, сколько в другом, это разные достаточно вещи. И, на мой взгляд, с технологиями, ну, в твоем, по крайней мере, примере, ситуация примерно такая же, как с супермаркетами. Вот в 20 веке мы столкнулись с тем, что ты саванное животное, которому вечно не хватает соли, потому что электролит, потому что потеешь сахар, потому что это самое дешевое топливо для, ну, не только для мозга, вообще для клеток тела, ну, главным образом, для мозга это чуть важнее, пожалуй. Вот. Как бы, тебе всегда не хватает жирной пищи, потому что в природе достать что-то жирное, это тяжело. Сладкого много разных там плодов, злаков, всего. Мясо есть, а жирную еду эти жирные. Это надо еще, значит, ухитриться, постараться. И вот ты, заряженный на соль, сахар и жир, попадаешь в супермаркет. Ну, и, как бы, естественно, радостно набираешь в целую корзину какую-то мусорную пищу. Как бы, саванная, наши 2,5 миллиона лет... Просто прости, сало такое, которое ты сверху посыпаешь сахаром. Да, да. Идеально. И соль. Оно уже соленое. И предки, предки смотрят на тебя из глубины веков, у них слезка такая, типа... Вот в этот момент человек прямоходящий изменит свое вот это лицо. Ну, вот это, типа... Такое... Да, да. Вот это уважаем. Типа, ну, ладно, вот это ничего, знаешь, там, это, это хорошо. Сальца с сахаром молодец. Вот. И технологии примерно то же самое. Хочется иметь информацию о мире. Хочется больше знать о происходящем, о своих людях, о ситуациях и глобальных системах, с которыми ты связываешься, чтобы не помереть, чтобы как нормально справиться, быстро сориентироваться. Все такое. Информация о мире нужна тебе. Наш мозг такой сложный, потому что мы сплетничали. Одна из версий у Робина Данберг такова, по крайней мере, она пока не ушла с арена и мейнстрима. Пока все еще многие антропологи ее разделяют. Что мы так сложно мыслим, чтобы сплетничать. А все эти математика, вот это все. Я, кстати, в это охотно верю. Потому что, как бы, ну, типа, математики, после того, как позанимались математикой, сразу переходят к обсуждению, что, как, где, у кого, кто какой. Конечно. Ну, кстати, вот в этой книге... Секрет нашего успеха? Нет, нет. Какой вот мы описывали? Харари? Экономика каменного века? Харари? Харари, да. Там же это чуть ли не отдельная глава, что один из таков бустов стадии развития человечества, это как раз сплетни. Да. Что я видел там крокодит, то есть там параллельно написывал другой вид человека. Ну, так мы с вами в чем? Что сплетни суперцены, а телефон это быстрый способ получить кучу новостей о своих людях, их связях, о том, кто в какой контекст сейчас помещен, все такое. И это суперценность очень информации. Но мы не научились им пользоваться так же, как многие люди на земле все еще не научились пользоваться супермаркетами. Все еще они не заходят и не берут себе просто гречку, крест, салат и какую-то там курицу, и все, и с этим выходит. Не трогая ни майонез, ни чипсы, ни шоколадки, никакие вот эти вещи не трогая, многие люди так не могут. Все равно последует такой, ну, сникельство-то уж, ладно уж. И как бы с технологиями то же самое. Хочется получать информацию по возможности быстро, по возможности всю. И вот целый день мы вот как-то показали. Нарабатываем новую кость. Вот. Эволюционно. Киль. Да, видимо, какой-то приподнятый. Да, вот тут. Ну, где-то вот здесь будет. Удобно, чтобы хоп, и положил голову. И ты прям расслабился. Хорошо. Да, и все, и сидишь в телефоне. Да, хорошо. Вот. Я просто думаю, что к этому просто пока не адаптируюсь. И телефон-то у нас, в общем, не столько уж много лет. Ну, в смысле, я первый появился в 12-м году. Да, да, да. То есть я к тому, что 10 лет. Ну, вообще нормально. Но мы не факт, что успеем адаптироваться. Не факт. А вот как вы думаете? А вот я про будущее хочу спросить не с точки зрения технологий, поменяемся, а с точки зрения, будет ли столько же еды в будущем? Да. Будет. Я вообще, я суперфанат пищевых разных технологий, пищевиков. И довольно много за этим слежу, особенно в последний год так вышло. Вот. У нас суперклассные перспективы по идее. И мне очень нравится. Одна из вещей, ну, вообще я с пессимизмом смотрю в человеческое будущее, но одна из вещей, которая мне, она этот пессимизм как бы равновешивает, скрашивает, может быть, все не так уж и плохо, это то, как сильно экономисты отодвигают численность, сколько вот людей может земля выносить на себя, выдержать одновременно. Вот. И то, какими темпами развиваются технологии, как мы добавим пищу, вот если перестанут разные прогрессивные страны ГМО осуждать, вообще отлично будет ништяк. Ну, то есть у меня никаких страхов нет, единственное, мне кажется, что мы, ну, это, наверное, какая-то большая картистическая проблема, за которую я там несу при много смысла. Мы просто злоупотребляемся тем, сколько разной пищи имеем, употребляем, все такое. При этом она довольно однообразная. Не то, чтобы состав очень богат. Охотник-собиратель в тропическом лесу, в саванне это будет не так вот, в тропическом лесу, он, в принципе, имеет более разнообразный дневной рацион, и неделю, и богаче там витаминными микроэлементами, и все такое. Беднее белком обычно, но зато богаче другими вещами. Ну, и он много мерзостей ест, да, начнем с этого, всяких жуков, пауков. Каких? Жуков, пауков? Конечно. Лжап, дохлых фламинго, выковыривать черепаху из панциря, там, палка, вот это все. А, это вот этот охотник-собиратель? Да. Просто у нас представление, что он орешки всякие-то, орешек. Ага, олени и орехи, да. Орешек, малина. Это все неуспешно. Я представил, что ты такой привел девушку на свидание, и такой, я подготовился себе ей по черепашке, вы сидите так, лунный свет, и вы ковыриваете черепашечку. Да, я думаю, там вот так вот. Ну, я не буду сейчас показывать. Хорошо. Я думаю, там они прям это. Я думаю, что черепаха еще хорошая вариант, еще круче, ты можешь просто привезти ее к огромному термитнику, и будьте вдвоем термитов на палочке. Кисленький. Ой, вообще, вы просто. Вот это проще добыть. Черепаху-то ты еще найди, убей там. Андрей проголодался, судя по всему. Вероятно. Вот. Ну, в общем, просто идея моя в том, что супермаркеты пока не научились, но думаю, что перспектива идея, мне кажется, что отличная. Просто она может быть менее разнообразная, но скорее всего. Ты говоришь, у тебя пессимистическое представление о будущем. Как ты себя видишь в будущее? Пессимистично. Это что? Население резко сократится, я не знаю. Мы окажемся в 1984. Я скажу. Я думаю, обязательно, стопроцентно вероятность того, что будет применено ядерное оружие. Спасибо. Нет, ну мне так, ну, это а как? А как так, чтобы это не применять? Я последние пару лет тоже на этот счет начала переживать. Вообще, я так глобально думала, что, слава богу, до сотен веки мы научились двум вещам не жечь людей в печах и не бахать ядерные бомбы. Это уже неплохо, это было немало. А сейчас что-то такое. Или не научились? То есть, может быть, мы не все еще осмыслили, может, нам еще пока кашут, нормальная методика. Это вот проблема состоит в том, что есть какие-то вещи, это вот тоже разница между знаниями, приобретенными из личного опыта, тоже, наверное, какая-нибудь антропологическая штука, да, и знаниями, которые тебе передали. Вот это два разных понимания. Когда тебя учат математики, ты можешь очень много текстов прочитать, править вот некие математические объекты, но если ты хочешь научиться их понимать, ты садишься и решаешь задачу. Часто ты приходишь к тем же выводам, которые ты мог прочитать. Но по-другому. Да, то есть, как будто бы ты бы мог супер сэкономить, просто прочитав. Но ты помнишь, как ты знал это и понимал, когда ты читал, и здесь, и это прям разные уровни понимания. То есть, здесь объект стал уже для тебя понятным, ты с ним все умеешь делать. Вот были люди, которые видели ядерные испытания, которые примерно представляли, что это такое, и они потом все умерли. А оказывается, когда по телеку показываешь, да, даже в хорошем фильме Open Gamer вообще не то впечатление производит. Потому что у тебя вот вроде взрыв, ну, по телевизору, и как-то вот и уже не так страшно становится. Вот. Потом игры про постапокалипсис нормализуют постапокалипсис. Знаешь, что у меня в плане ядерного оружия, я считаю, супер пессимистичное развитие? Что мы себе представляем ядерное оружие как оружие апокалипсиса. То есть, если оно случится, ядерная война, то произойдет, ну, все. А я представляю, что происходит локальный ядерный конфликт, и люди понимают, что это просто очень мощное обычное оружие. То есть, вот произошло несколько, там, у тебя страны обменялись ядерными ударами, и ничего. Ну, там выпали осадки, там какие-то это. А у нас технологии наработаны, хоп-хоп-хоп, и там, типа, убрали, и уже все нормально. Просто вот, типа, и все такие... А, так это так. А, так это вот как работает-то. А вот что было-то. А, ну, нормально. Ну, нормально. Погнали. И вот тут-то заживем. Вот тут будет хорошо. Ну, мне... Я последние пару лет переживаю на фитре ядерного оружия, но мне в целом кажется, что люди слишком мало договороспособны, и не слишком стремятся прокачивать эту возможность. И беда в том, что разные культуры не хотят уживаться друг ли одно с другом. Каждая, как живой организм, хочет победить всех остальных экспансивно, и существует только самой. С культурами так не сработает. То есть, они должны, ну, должны научиться допускать инаковость. Что не мы хорошие, а кто не мы, все плохие. А должны быть так, что есть мы, есть другие, все живут по-разному. Главное не агриться. Главное, вот вы там на своей территории делаете, что считаете нужно. Всё. Вот это важная штука. Ей люди совсем не научились. Это показывают самые разные сейчас как бы границы в мире. Совсем не научились. И даже не пытаются. И я даже не могу назвать какую-то культуру. Вот есть разные там демократические там либеральные государства, да, которые говорят, конечно, люди разные, должны уживаться такие. Но они настолько иногда кровожадно продвигают свой либерализм, что он ничем не отличается от любых других более консервативных там вариантов и религиозных течений или чего-то ещё. И я даже их не могу изучать, потому что вроде как эта культура выделила на передний план, что довёрсите. Всё очень разнообразно. А потом такие за неуважение довёрсите на электрический стул. Ты такой, ого. Тебе не кажется, что вот как раз вот эта способность договариваться, она вот стала хуже? Она стала хуже в том числе из-за технологий. Технологий, да. У тебя, понимаешь, у тебя как будто вот то, что мы обсуждаем, у тебя для человеческой агрессии появились вот такие, появился новый выход, новая форма человеческой агрессии, да, агрессия там, например, в интернете. Это такая очень клёвая агрессия, которая типа ничего не стоит, но при этом всё активирует, и ты такой прям очень хорошо. Ещё это очень сильно пересекается с такой чертой, на мой взгляд, человека, как самовыражение. И безопасное агрессивное самовыражение через эти технологии, это то же, с чем никогда не сталкивался человек. То есть оно безопасное. Просто раньше, чтобы быть агрессивным, ну... Ну, то есть это очень напоминает... Он за себя постояет. Да, очень напоминает с гориллами, но только обе гориллы понимают, что делают. А здесь у тебя активизируется контур, как будто ты прям уже, ну... Вот. И очень легко было представить, как там в середине 20-го века, там, 60-х, люди с совершенно разными представлениями о жизни садятся и договариваются. Да. И это будут сложные. И все понимают, что, например, было очень понятное представление о том, что переговоры – это всегда... Ну, если совсем честно, переговоры – это всегда проигрыш. Ну да, оба что-то теряют. Дай бог, чтобы что-то приобрели. Да, оба теряют. Вы собираетесь, вы разговариваете, и результат ваших переговоров, что ваши позиции сблизились. В современном мире никто не готов ничего терять. То есть вот это нас... Вот эта вот виртуальная агрессия научила, что вот так. Кто не согласен – нахуй. Все. Нахуй. Вот. А и дальше ты... Как бы этот паттерн мышления, он... Ну, как бы очень сложно, знаешь, вести себя так неадекватно в одном месте. Вот у тебя здесь все такое. А тут ты выходишь, и вы снова садитесь и начинаете разговаривать. Люди вообще не могут выстраивать коммуникацию. И это вот... Вот это же антропологическая вещь, я не знаю. Слушай, это, я думаю, будет антропологической вещью, если вдруг мы просуществуем... Ну, мы наш вид, я имею в виду. Не мы лично, конечно, с вами. Там еще, не знаю, пять тысяч лет. Ну, не знаю, хотя бы тысячу лет. Ладно. Хотя бы тысячу лет. И когда мы превратимся в достаточно отдаленное прошлое, можно будет анализировать разнообразные архивы и разнообразные источники. Потому что все, что сейчас, все, что мы в текущем моменте про себя можем попытаться проанализировать, такое вот поведенческое, оно все либо суперлокальное, то есть ты можешь учтенить какую-нибудь одну очень маленькую... Я понял. То есть когда люди... Либо очень невнятное, нет такой... Когда вот люди будут говорить, ох уж эти древние с их медными орудиями и железными дорогами, да? Вот так буду говорить. Я, например, просто смотри, как чисто обывательский, я с своей стороны сказала, она считает, что все площадки для проявления агрессии, которые не приводят к физической расправе, они все хорошие. Ну, как человек с шестью годами бокса и девятюю годами каратэ за спиной. Как бы... Как человек, который любит фильмы ужасов там, в таком духе. Ну, собачьи в интернете я не люблю, но могу представить, кто любит. И, ну, типа, как... Да? Ладно. Вот. И, типа, я никогда не понимала, например, тейк. Я его не проверял, правда. Но идея, что компьютерные игры там делают людей более агрессивными, да наоборот. Это как раз ты, все, что ты не можешь нормально проявлять, в общем, в повседневной жизни, ты можешь хотя бы где-то побыть агрессивным, где-то пострелять там с пистолета вот в этой там виртуальной реальности, в таком духе. С одной стороны, ты, конечно, прав, что это, скорее всего, разнувает границы, ты оттуда выходишь такой вот на взводе и, в общем, можешь что-то напортачить в реальной жизни. С одной стороны... То есть это растормаживает тебя. Вот этот вот... У тебя в твоей агрессии, которая подавленная тебя огложит, у тебя есть очень понятный тормозной контур, как у горилл. Если сейчас начнется, это будет такое, что вообще как бы оба гарема уйдут этими, как они... Вдовами. Вдовами, да. Кучу вдов сейчас наделаем с тобой. Ну, то есть, поэтому нам нужно очень напрячься, но вот в меру. И вот это растормаживание. Ты такой типа, здесь у тебя немножко агрессии, здесь немножко агрессии. Мы как-то... Я помню, батюшку одного спрашивал, разрушает ли душу вот зло в интернете. Вот ты когда вот типа творишь там... И что? И как? Разрушил? Слушай, он такой рассказывал, что нет-нет-нет-нет-нет, а потом как бы мне кажется, что все-таки да. Мне, я понимаю, адепт такой... Из-за довольно близкого знакомства с теорией эволюции, я адепт того, что как бы эмоциональные состояния у нас существуют больше 250 миллионов лет. Рациональное поведение, ну, в пределах 200 тысяч лет, но я бы даже сняла в пределах 50 или даже 15, и в эти 15 мы тоже им пользуемся не суперактивно. То есть у нас, в принципе, есть разум, но он чаще всего нужен, как мы сегодня уже обсуждали, средство манипуляции. Это тоже, ну вот, будь разумным человеком, прими его рациональный аргумент. И ты сразу такой, а, ну, если у тебя рациональный аргумент, то давай. Ну, как бы, это просто манипуляция. На самом деле, все еще действуют твои эмоции, просто перепутать подкупить эмоцию, ты считаешься разумным, послушайся меня, давай. Вот. Это, ну, как бы, не переходит на рациональный аргумент. Красавчик. Вот. Ну, просто я привыкла считать, что эмоции, эта штука довольно верная. Если что-то происходит, что ты угрожаешь, нормально реагировать на это агрессивно. Ну, в таком духе. Другое дело, что у современных людей там нежность возросла так сильно, что тебе угрожающим кажется там буквально что угодно, и там. Он на меня косо посмотрел, я уже травмирована, вот эти все штуки ненавистные мне, неустойчивые. Вот. Но, как бы, мне кажется, что то, что испытывается, оно должно проживаться. Мне не нравится идея о том, что вот агрессию надо гасить. Нет. С агрессией нужно уметь встречаться и нужно уметь разрешать ее. Вот тоже, вот, это суперважная штука в антропологии, которая никогда не попадает, не только в школьные учебники и в кинофильм, вообще никуда не попадает, хотя это в этологии базовый механизм. Приматы довольно агрессивны, они ссорятся между собой, у них высокие внутри агрессии, до убийства хоть не так часто, но агрессия у них довольно, как бы, солидная, сравнима с нашими, там, вот, показателями. Но они умеют мириться, у них есть акт прощения, у них есть груминг, когда кто-то, кто считает, как бы, заинтересован в продолжении связи больше, чем другой, приходит, там, вычесывает, поедает бложь, там, каких-то яйцоводов, все такое. Вот, и они мирятся, и после этого ведут себя нормально. А у нас, как будто, есть только агрессия, которая ведет, ну, к смерти, все, мы поссорились, но все, одному из нас хана, да, очевидно, все, дальше, ничего же не должен решить, правильно? Вот, и это совершенно вытеснено из, вот, в этологии, когда обсуждается агрессия, всегда обсуждается, ну, она без финального акта, но это довольно странно, потому что, ну, я не могу сказать, что в природе чья-то жизнь особенно цена, и, кстати, даже у людей, мне хотелось бы, чтобы жизнь человека считалась супервеликой ценностью, даже чисто экономически она довольно цена, вот, не говоря уж о гуманитарных, там, всяких представлениях, вот, не скажу, что жизнь очень цена, но тем не менее, обычно животные стараются не убивать сородичей без особенной нужды, у них есть механизмы, как предотвратить агрессию, не должна просто раскручиваться, как маховик, все больше, и вот мы убиваем, все, дошли, вот, она должна где-то прекращаться, вам нужно сосуществовать дальше. Вам нужно, чтобы из этой схемы был выход. Конечно, и удивительно, что у людей этому так мало посвящено, я вот, когда обсуждаешь проблему с агрессией, там, не знаю, у людей, у живых настоящих тоже, не из статей, то есть два пути, первый, что тебя учили, что нужно у себя постоять, у тебя отбирают куличик, там, давай ему лопаточку, ну, в общем, не сдавайся, давай, и ты как будто должен идти это до конца, там нет никакого финального действия, или тебе нельзя проверять агрессию, ты должен быть хорошим, цивилизованным, воспитанным человеком, тебя ударил лопаточкой, пожалуйста, родителям, пускай какие-то верховные инстанции разрешат ваши проблемы, но родители не факт, что будут разрешать, это все равно были твои проблемы, хотя ты еще маленький, и обе эти крайности, они какие-то не очень хорошие, тебе дай лопаточкой, ну, ты дай лопаточкой, постарайся сделать так, что больше не давали, потом извинись перед ним, в суде ты, короче, погладь его, скажите, что обижают, а почему дерешься, ну, короче, налаживать диалог, если тебе вот эта песочница с ним еще тусоваться. Или ты скажи, возьми лопаточку, я возьму лопаточку и пойдем, вот тем настучим. Тоже вариант? Понятно. К сожалению, да. Спасибо огромное вам. Спасибо вам большое. Вообще, ну, реально было вот невероятно интересно. Я вот прям вот, я вот за это люблю этот подкаст, что вот такие, я не знаю даже, где бы я получался в таком разговоре, хотя бы так послушал. Умов. Спасибо. Спасибо большое, да. Субтитры сделал DimaTorzok